Ну, вообще, в целом, мы в привычную жизнь вряд ли вернёмся. Да, нам придётся жить теперь всю жизнь. Подкаст грустиночкой, да? Без оптимистички. Кусочек, да. Без оптимистички. Кусочек дед Присухи. Ну, а что, суббота, да. Суббота, ноябрь, срань на улице. Кто-то наверняка сейчас бежит, слушает подкаст. Ему и так хреново, на тебе сверху. Мне очень нравится вот это, знаешь, что был просто мой любимый мем этой осени, когда, значит, скоро на улице настанет тот момент, когда начнёт... Точнее, скоро настанет тот момент, когда на улице начнёт пахнуть сырой могилой. Вот примерно сейчас вот такая вот тема. Вот. И сегодня ещё, знаешь, Бердсерк выложил, мне понравилось вот этот видосик в Инстаграм, по поводу того, что надо идти бегать, вот, и там вот этот вот дождь, слякать, срань, вот это просто... Слушай, у меня была сильно другая история. Представляешь, я утром, ну, когда нужно было идти гулять с собакой, я там пока собирался, взял, значит, надел на неё ошейник, мы только вот вышли. И начался вот этот сегодня хайповый град, который вот прямо, ну, убивает просто, мне кажется. Я зашёл, а её отпустил во двор. Она там бегала и не понимала, что происходит, почему её долбит кто-то сверху. То есть, ну, ну, как бы у японских собак нет, они привыкли к землетрясениям, видимо, к граду они привыкли. Я очень ржал, я снял такой, типа, очень грустный сториз про собаку и град. Ну, это было очень позитивно. Потом вышло солнце, я пошёл бегать, и это было круто. Это не было могилы, был влажный асфальт, но я бежал, я радовался. Но у тебя, как бы, немножко другое настроение, потому что у тебя в лесочке там эти жёлтые листики, знаешь, немножко по пришвину там шуршит листва. А ты, дорогой мой, бегаешь по Ваганиковскому кладбищу, что ли, хочешь сказать? Нет, а я не бегал в Ваганиковскому кладбищу. Или встаешь в налоговую в очереди. Но всё равно, знаешь, вот этот вот московский дрист, выражаясь языком Лебедева, как бы, конечно, просто вымораживает, просто вымораживает. Вот это серое, свинцовое, жуткое низкое небо просто, ну, меня бесит, я не знаю. У меня часы позитроника, вот, не забываем, да? Значит, а у тебя часы какие? Позитроника 2. Позитроника 2, так вот. Во второй позитронике в России, я видел, я читал твои сторис, началась поддержка вот этой ЭКГ. И CG, да? Да, ну и что, расскажи, как работает, не работает? Сейчас я расскажу. И в чём разница между твоими вот этими… Ну, секундочку, давай так. Разница в том, что это меряет вариабельность сердечного ритма, а это делает ЭКГ. А вот технически в чём… Технически в том, что это ищет стресс, это проблемы в сердечном ритме. Ну, то есть, грубо говоря, если кто-то не смотрел углеводную загрузку с Утином, Алексеем, у нас был кардиолог, который не спортивный кардиолог, он рассказывал о том, как часто нужно делать электрокардиограмму. И, наверное, если основываться на том, что сказал Алексей, наверное, эта функция не нужна. Если у тебя реально есть проблемы, если ты сердечник, то эти часы могут помочь. Нам, спортсменам, наверное, это нахрен не нужно. Ну, подожди, ну ты нажимаешь на эту кнопку «Сделать ЭКГ»? Давай-давай. Давай сейчас в прямом эфире посмотрим. Ну, сейчас не прямой эфир. Нет, сейчас не прямой эфир. Ну, неважно. Но ты бы, честно говоря, работая в таких крупных корпорациях, мог бы всё-таки научиться определять, где прямой, где не… Сейчас чуть-чуть смешно, но не сильно. Ну, в общем, ребят, я сделаю обязательно в прямом эфире. Нет, подожди, ещё, я, знаешь, ещё не понимаю, что значит они запустили эту фишку на территории России? Вот мне непонятно. То есть она раньше была, как бы, доступна в Америке? Она была доступна в некоторых странах. Ну, хорошо, ну, в Америке в частности, да? Да, и как бы сейчас это начало работать. Это что, они… Совет на Корее? Они… Софт запустили? Они разблокировали, то есть, грубо говоря, ты с этими часами… Почему они блокировали? Потому что для того, чтобы использовать эту функцию на нашей стране, им нужно было какое-то вид лицензирование, понимаешь? Соответственно, они эту штуку проапдейтили часы и проапдейтили телефон, и, соответственно, она заработала. До этого, когда она была в часах и в телефоне, ты нажимала, она определяла, что находишься не… ну, ты в России, и они говорят, типа, «Эта функция в вашем регионе не работает». Ну, такой же херень может сталкиваться, например, со Spotify, с некоторыми треками. Ну, вообще, в принципе, есть такая история. Поэтому, ну, она заработала, я посмотрел, как она работает, прикольно, но когда я научусь и пойму, в чем прикол, я обязательно поделюсь. Пока не вижу. Мне пока вупа достаточно. Ну, то есть, практического применения для себя… Для меня, как человека, который пока не нашел никаких проблем, ну, этого нет. Но глобально ты можешь… Вот, например, хорошо, ситуация. У тебя заболела грудина. Вот рассказывали. Грудина? Грудина в грудине, да. То есть, ну, не как после имплантации этих имплантов, а вот… Мерсичное пространство вот здесь, как внутри. Чуть выше. Помнишь, как Алексей рассказывал? Симптомы инфаркта. Соответственно, начинает у тебя давить здесь, и ты думаешь, «Бля, мне, по-моему, плохо. По-моему, что-то с сердцем». В нашем случае что? Ты просто берешь, тыкаешь, и электрокардиограмма покажет, что у тебя есть аномалия сейчас. И тогда ты точно уверен, что тебе пора вызывать скорую. Ну, то есть, грубо говоря… Просто бывает невралгия. У меня бывает такое, что я… Ну, раньше такое было. Давно не было. Вот прям стоп-топ. И когда напьешься какого-нибудь вот этого вермута, да, как это называется? Вот это вот. Ну, короче, сладкая вот эта бодяга такая. У меня было в студенческой… Портвейн. — Не портвейн, именно вермут. — Вермут. — Вот есть вермут, а есть еще там… — Мартини? — Вот что-то вот такое мартини сладкая вот эта вот хрень. Вот я тоже теперь не пью, а раньше пью. А раньше пью. Вот. И после того, как я выпивал вот этот вермут-мартини-сладкий… — Там много сахара, алкоголь, правильно? — Да. У меня начинало сдавливать вот здесь просто. Я даже не мог вздохнуть. И то есть, если бы у меня были вот эти часы позитроника-2, значит, я бы тут же нажал на кнопочку. И мне бы сказали, что все нормально. Это не сердце, это просто, ну, где-то там что-то реакция на алкоголь. — Знаешь, они просто очень прикольно сделали, они тебе рассказали, какой бывает сердечный ритм. Вот. Ну, грубо говоря, если есть какая-то история, связанная с… — Но они тебе прям напишут, что у тебя пиздали. Ты должен разбираться в этом. — Не-не, они напишут тебе. Они скажут, что… — You're friendly, короче. Так смотри, в Америке реклама… Рекламная компания Apple Watch пятых или четвертых, они настроились на том, что эти часы помогали пожилым людям предотвратить смерть, потому что они сообщали о том, что у тебя есть проблема, потому что они, находясь на руке, пассивно все равно смотрят за твоим пульсом. — Я просто скептически отношусь к точности. Ну, просто ЭКГ делается немножко по-другому. — Одинаково, абсолютно одинаково. Пропускаются электрические импульсы, она тоже пропускает электрические импульсы, тебе нужно зажать вот этой рукой эту штуку. — Надо попробовать. — Мне. Ну, то есть, когда я попробую, пойму, сравню с ЭКГ, мне кажется, тогда уже можно будет делать вывод. — Если можно посмотреть, на Ютюбе есть много роликов, где ребята просто тупо идут и сравнивают ЭКГ с показаниями Apple Watch. — В моменте, да? То есть, условно… — Да, они одновременно снимают ЭКГ, и они одинаковы абсолютно. То есть, ну, там несложно, на самом деле. Это как измерять нагрудным пульсометром удары пульса. — Я приносил ЭКГ на передачу, на запись передачи «Углеводная загрузка» с Утиным, вот, но я сейчас себя поймал на мысли, что я не помню, посмотрел он ЭКГ. — Посмотрел. — Посмотрел, да? — Ну, во-первых, как бы ты его достал, насколько я помню, я смотрел эту передачу, и ты ее достал… — Я смотрел эту передачу, да. — И ты ее достал их ногами, и он уже определил, что ты ее достал их ногами, о чем это говорит, о том, что он знает, как читать. — Ну, это неплохо, да. — Он посмотрел ее и сказал, что здесь зашифровано твое прошлое, настоящее и будущее, и поэтому заниматься херней, это читать ее не будет, потому что это не нужно, здесь видно, что, типа, все нормально. — Все нормально, то есть там не было, то есть сразу можно кинуть взгляд и определить, есть какие-то перекосы, либо нет перекосов. — Ну, с другой стороны, я же понимаю, что я сделал ЭКГ, я тут же пошел, ну, то есть в одном кабинете делают ЭКГ, а в другом кабинете кардиолог смотрит ЭКГ. Ну, нет, наверное, нужды не доверять кардиологу, ну, то есть если бы была какая-то аномалия, он бы сразу это увидел. — Ну, ты сейчас говоришь фактически правду. — Я просто хотел перепроверить кардиолога в поликлинике доктором Утиным. — Причем в прямом эфире, если бы там сел Сташкин, он сказал бы, что это в прямом эфире все было сделано. Это, кстати, видишь, что там нет никакой вот этой вот всей истории. — Ну, ладно, слушай, подожди, а мы Андрея не представили, надо представлять, потому что мне почему-то так кажется. — Подожди, если ты представишь Андрея, нам придется его раскрывать как гостя, а я бы не хотел. — Я просто, знаешь, что хотел, я хотел узнать, чем ты занимаешься, ты сейчас работаешь в компании New Balance, чем ты занимаешься там, вот можешь писать в двух предложениях? — В двух? — Ну, в трех, ладно. Ну, как сможешь. — Сашка просто раньше работал преподавателем литературы, поэтому сейчас количество предложений — это важно. — Расскажи, чем ты занимаешься в компании? — Желательно по Бунину. — Давайте я расскажу просто, не концентрируясь ни на каких компаниях, а в целом, чем занимается спортмаркетинг. — Да-да-да, вот спортмаркетинг конкретно. — Тебе же сказали, ты в New Balance, это Джамилько, ты там ходишь на работу, что ты там делаешь? — Давайте я расскажу про спортмаркетинг. — Да мы все знаем, здесь у нас все эксперты, все знают, чем ты занимаешься. — Все эксперты в маркетинге. — Да. — И в продаже рекламы. — И вирусологи. — В New Balance просто есть своя специфика, поэтому лучше сказать общими мазками, что спортмаркетинг — это в первую очередь спортсмены и переговоры с партнерами, допустим, там, не знаю, КХЛ, московский марафон и другие. И, собственно говоря, организация самих мероприятий. — Организация самих мероприятий связана с атлетами? — Со спортом тоже. Ну, то есть, допустим, я в свое время, когда мы были спонсорами московского марафона, я отвечал за все активации, которые проходили в рамках московского марафона страны Adidas. — Можно вернуться тогда? Смотри, ты раньше работал долгое время в компании Adidas, правильно? С 2012 года. — Тебя не коробит, что Леха постоянно говорит «Adidas». — А это я его научил. — И ты тоже говоришь «Adidas»? — Нет. — Но он меня научил, сказал, вот, Лех, теперь говори «Adidas» и пусть теперь всех бесит. — Меня прям бесит, реально. — Мы с Берцерковом сождали 1 дня назад, он тоже говорит, что это дико бесит. — 23% for Adidas. — Adidas. — For Adidas. — For Adidas. — Да просто бесит. — Но я же не говорю. — Это правильно. Это правильно. Правильно, что тебя бесит. Ребята, смотрите, здесь главное… — Я окей, говори «Adidas», но просто, блин, я прям не могу. Каждый раз, когда говоришь «Adidas», у меня так типа «Adidas»? — 23% for Adidas. — Adidas? Какой-то акцент есть на этом. Хотя его не должно быть здесь. — Ну смотри, Adidas, Nike, Asics. Давай будем… — Митсубиши. — Митсубиши. — Подожди, Митсубиси. — По-моему, Митсубиши. — Ну вот, тогда бы было бы Шабуину, а она Сибуину. У них нет Ша. — Ай, очень сложно. — Ну вот я тебе говорю, у меня собака японская, мы с ней только на японском разговариваем. Нету там Ша. — Твоей собаке я верю. — Суси. — Чё? — Твоей собаке я верю. Ну это авторитетное мнение, она говорит. — Тогда и верь ей про ЭКГ. Там тоже всё чётко. В общем, ты работал в Adidas, чтобы Сашку не травмировать скажу Adidas ещё раз, пусть привыкает. И вот, собственно говоря, там был полноценный спортмаркетинг, как я понимаю, правильно? — Да, да. В New Balance есть вариативность, это ещё корпоративные беговые клубы. — Ага. — Такая история. — Их много? — Да. — Ну, смотря, на самом деле, от чего отталкиваться. Больше, чем в Adidas в этом году. — А что это значит, такая корпоративные клубы? — Как это работает? — Беговые клубы. — Слушай, это похоже на Экиден? — Ну, на московском марафоне, когда эти корпоративные беговые клубы встречаются на корпоративной эстафете, это тогда похоже, да. — Да? — Да. — Кайф. — Но я всё равно можешь пояснить, что это значит в прикладном смысле? То есть вот эти корпоративные беговые клубы, что это для бренда? — И зачем? — Для бренда это хорошая незанятая ниша. У New Balance нет своего клуба бегового, который доступен для обычных смертных. — Секундочку. А как же друзья? Друзья New Balance? — Ну, это не беговой клуб. — Сережка. — Это не беговой клуб. — А что это? — Это друзья, как ты правильно сказал. Корпоративный беговой клуб — это, допустим, ты работаешь в компании Яндекс. — Ну, или Обе, например. Я знаю, у Обе есть корпоративный клуб, который с New Balance за… Я работал как-то в Обе, поэтому для меня это было радостно, когда я узнал об этом. — Так. — И мы предоставляем им скидки. Участникам, которые выполняют определенное количество тренировок, соответственно, прокачиваются вместе с нами, мы их постепенно переодеваем. Вот. В принципе, это цель любого бегового клуба. У Adidas такая же цель Adidas Runners — переодеть людей, сделать их более лояльными. — То есть, грубо говоря, получается, что корпоративная вот эта вот культура беговая, которую вы помимо того, что еще и развиваете, как я понимаю. То есть, люди, работая в компании, узнавая, что есть беговой клуб, плюс всем выдали майки или браслетик, или носочек дали, да? — У нас скидки. Я, когда пришел в эту компанию, я, честно говоря, был в шоке, что можно дать людям скидку 70%. — Они купят? — Ну, естественно, они купят, да. — Уже 70% — это бомба. Это просто топ of the top. — Особенно посмотреть на цены на Farfetch. — Ну, кстати, в New Balance неплохая экипировка. Я имею в виду, я про ботинки хотел сказать не знаю, а вот верх… — Дизайн. — Да. — Вот дизайн очень хороший. — Да. — Мне нравится. — Винтаж сейчас говорю. — Да, искренне говорю, потому что, правда… — А тебе нет повода не доверять? — Абсолютно, 100% икона стиля. — Да. — Вопрос… — Сейчас была интеграция с него. — Да. — Не-не-не, правда нравится. — Да, я, кстати, мне очень нравится. — Серьезно, да. — Я подписан на Щеблыкина в Инстаграме. Он друг… — Павла Зе Топовой. — А кто это, подождите? — Потому что там все офигенно. — Он в Питере живет. — Да, он с усами, который… — С усами, да. — Блин, какой крутой. — Вот, он крутой. — Почему так мало подписчиков? — Я не знаю, как это получается. — В смысле мало подписчиков? — Короче, подожди, сейчас. — Секунду, подожди, сейчас секундочку. А где связь между крутой и мало подписчиков? — Ну, мне кажется, такой контент привлекает людей. То есть они должны там быть… — Нет, 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 секундочку. Там история какая. Мы должны понимать, что люди, которые сидят в Инстаграме, это не Осташкины. Они не все понимают. Они смотрят на чувака, который внешне похож на чувака из Мироприфонтейна, понимаешь? — Нет, я не могу сказать. — Он выглядит стильно. — Я не могу сказать моде. — Он выглядит стильно. — Стильно. — Он красиво бегает. — У него хорошая фотография. — Да, но вы понимаете, да, что подписчиков будет много, если он их начнет накручивать. — Ну, это вариант, наверное, других. других атлетов, не Щеблыкина. — Поэтому у него мало подписчиков. — Я за натюрель. — За натюрель. Да, короче, про Щеблыкина сейчас расскажу. По-моему, после нашего с тобой эфира, когда пандемия вся была, мы там не обсуждали Щеблыкина, по-моему, нет. Но в какой-то момент он в этих suggestion появлялся. Я смотрю, блин, классный Инстаграм. Ну, чувак просто, ну, офигенный, как бы все как-то делает, все там, у него какие-то… Look and feel правильный. Вот я бы так сказал. — Ну, да. — Я ему прям тут же в директ написал, говорю, чувак, мне очень нравится… — Ты мне сейчас отомстил за один из? — В директ, блядь. — В директ, блядь. — Пиздец, блядь. — Я ему написал, говорю, Щеблыкин, у тебя классный Инстаграм. — И присыланный член. — Я тебя фоловлю, вот, ты прям топовый. А он мне в ответ сказал, ну, так приятно, Саш, типа, ну, он меня, видимо, знал. Вот. Я с тех пор его фоловлю и лайкаю его посты, мне правда очень нравится. А он друг New Balance и… — Таким образом лайкаешь New Balance через Щеблыкина. — Совершенно верно. — И это еще одна интеграция с New Balance сегодня. — Сегодня прям, да. И это тот позитивный момент, который, наконец-таки, у нас в подкасте начинает появляться. — Не, я считаю так, что, ну, с тобой согласен, что стильный Инстаграм, прикольный чувак. То, что у него мало… — Еще в прикольного чувака немножко добавлю. Вы знаете, что он биомедицинский инженер. Он чинил ковидные аппараты и вообще вот со всеми этими этими штуками работает. — Учитывая то, что я на него подписан, и это отдельная вообще тема, то, что он там не какой-то, знаешь, там… — Бегун. — Программист, блин, или там… — Не надо обесценивать, пожалуйста, кумиров. — Не-не-не-не, я не обесцениваю. Я скорее про то, что, как бы, ты вот так смотришь, это все-таки больше какая-то такая… Как это правильно сказать? Вот творческий кластер, да, какой-то есть. Вот много людей, которые такие, типа, офисные, модненькие работники, коими мы все тут, в общем, и являемся. Ну, судя по тому, как мы с Андрюхой одеты, это единственный у нас сегодня модник. — Да я бы не сказал. — Я сейчас накидываю, чтобы ребята, которые слушают… — Сегодня прям, знаешь, это три иконы стиля, прям по-рублевому, натурально. Вот. А Щеблыкин реально вот на него смотришь и понимаешь, что, блин, чувак делает какую-то крутую тему, вот, связанную с… я не знаю даже, как это правильно назвать, вот, ну, с лабораторными какими-то, значит, там, штуками, вот, какое-то, какое-то полезное действие он делает. И это прям круто, это впечатляет, и, в общем, хочется встать и аплодировать стоя. — Да правильно сказал, что к программистам уже все привыкли, а это какая-то новая кровь, новое веяние. — Да. — Какая разница, с кем ты работаешь? — Блин, он прикольно. — Он как советский инженер, вот, реально крутой, знаешь, такой чувак из этого. — Не, ну, блин, ну, вы все равно видите, мы же не знаем, кто это, понимаешь? Мы не знаем, что это за человек, и поэтому, как бы, ну, окей, это, может быть, добавляет какую-то перчинку. Он корень, с кем он работает? Просто ты понимаешь, что он очень фанатеет от бега. У него есть картинка, которую он, собственно говоря, строит. Она у него красивая, она совпадает с твоим предчувствами. — Короче, я хочу сказать следующее. Значит, классный инстаграм, классный чувак. Вот, если кому-то, типа, интересно, вот прям это, пожалуйста, бегите туда, подпишитесь, вот, подписчиков маловато, пусть будет побольше. — Согласен. — Я за, как-то, если кто-то делает что-то интересное и крутое, надо это продвигать, потому что говно должно утонуть, а позитив должен всплывать. — Collaboration. Надо коллабиться и продвигать те, кто делает крутые вещи. Вот. Я за такое правильное движение. — Ну и это прекрасно. Здорово, что есть такие люди, как ты. Давай вернемся к друзьям, а не баланс. Вот. Так что был в «Адидасе»? — Где? — Ну, когда ты работал там. В общем, там была история. Ты сказал, что концептуально «Адидас» должен развиваться движение «Адидас Раннерс». И они, значит, эти люди должны переодеваться в одежду и все должны смотреть на них и хотеть быть такими же, как они, правильно? — Да, да. — Таким образом, в какой-то момент, насколько мне известно, я тогда еще не интересовался бегом, у «Адидаса» было такое направление, как «Разбуди район». То есть ребята неплохо инвестировали деньги в любителей, в начинающих, да? — Это было как раз за год до появления «Адидас Раннерс». — Ага, то есть это фактически… — Компания, да, которая пришла на смену. Притом «Разбуди район» — это была локальная инициатива, а «Адидас Раннерс» — это глобальная история. — А, то есть «Разбуди район» — это кто-то придумал в России только, правильно? — Да, именно. — Блин, «Разбуди район» делал рекламное агентство как раз… — Ты была. — Ты была, да. — Да. — В котором… ну, я как-то был… в то время был очень близок с этим агентством, потому что работал в другом агентстве, которое рядом там, вот это в одном холдинге находилось. — Слушай, но это был… вот эта инициатива, она была успешная. — На 100% успешная. — Потому что… — Знаешь, какая есть информация от людей, которые давно бегают, они как бы рассказывают про эту историю, говорят, что это было так круто, так круто, так все бегали, всех завлекал, а потом взяли свернули и вообще полный неинтересно стало. — Ну, это стоило очень много денег, поэтому, в принципе, никто даже, наверное, не рассматривал это на следующий год. — Я подозреваю, что просто для того, чтобы с нуля, а по всей видимости, это делать с нуля, потому что не было никакой базы. — Абсолютно. — Тебе нужно там всю IT-инфраструктуру поднять, там делать приложение. — Скажи, что в чём сути эта история? — Ты меня или его спрашиваешь? — Он не знает, ты же там работал. — Я примерно знаю. — Ты не бегал? — Я не участвовал, но я знаю методы. — Тогда ты что, мне ещё… — Давай тогда ты расскажешь. — Смотри, да, я себе это так представляю. Я знаю об этом проекте, наверное, поверхностно, потому что сам не участвовал, но я знаю, что это зарубы между районами. То есть вся Москва была поделена на районы, соответственно, где ты живёшь. Ты регистрируешься, говоришь, за какой район ты бегаешь, и как бы набегая там какое-то количество километров, суммируя эти километры, ты соревнуешься с… — А как коммуникация шла с людьми? — Ну, через приложение, через веб-сайт. — Через какое приложение? — Ну, приложения не было, был агрегатор, да, был агрегатор, который из разных, скажем так, там и страва была, и в общем… — Я правильно рассказал? — Ну, да, концептуально, да. И, соответственно, тот район, который в текущем месяце набегал больше всего километров, получает определённые плюшки от бренда. — Какие? — Насчёт кроссовок точно не вспомню, были они или нет. Я очень ярко запомнил, что на каждом забеге московского марафона, так как бренд был тогда спонсором, делалась офигенная VIP-зона для победившего района. — Это круто. Вообще, блин, это классная сама по себе идея, потому что вот этот соревновательный эффект, он является, ну, я думаю, для многих таким двигателем, ну, мотивирующим двигателем, я бы, наверное, сказал. Потому что вот срань на улице, а ты понимаешь, что, блин, за район пойти побегать, знаешь, как бы вот, пожалуйста, там копилочку 10 километров положить. — Так смотри, здесь же главная история заключается не в том, что нужно там заработать себе кроссовки, а это как бы фактически ты подсоединяешься к комьюнити, и у тебя файт против команды и команды. То есть получается, что у тебя ты попадаешь в клуб фактически в районе. — Плюс Adidas развивал в это время беговые клубы, и клубы эти были привязаны к районам. — Это же круто. — Да. — А мне вот интересно, кто-нибудь из этих, скажем так, клубов остался? Ну, может, переименовался как-то? — Конечно, конечно. — Ну, люди до сих пор бегают. — Нет, все это осталось в рамках бренда, потому что в какой-то момент началось сокращение, клубы начали закрываться, кто-то начал отваливаться, переходить в другие клубы, но реально есть те люди, кто бегали еще тогда. — Нет, ты не понял, я не понял. Вот когда закрывался этот проект, то есть закрывались фактически районы, условно клубы. — Оставались беговые клубы. — Оставались, да, конечно. — Вот, получается, это клубы, которые сформировались благодаря этому движению. — Да. — Они сейчас еще существуют? — Какие-то из них, да. — А какие? — Очень много закрылось. — Можешь сказать, какие? — Если остался беговой клуб Adidas Runners Университет, то... — Вообще, ребята, наверняка кто-то из вас, кто-то принимал участие в этом движи и состоит сейчас в каких-то клубах, накидайте нам, пожалуйста, в комментариях название этих клубов. Просто очень интересно, сколько осталось людей в этом движи, который развалился условно, правильно ведь? — Да. — Ну, условно развалился. Для людей, которые участвовали в этом мероприятии, это кажется, что их типа кинули, правильно? — На самом деле кинули их немножко по-другому, потому что выигравшему району не построили беговую базу. — О! — Вот. — Можно поподробнее? — И вроде как даже были иски в сторону бренда, почему так. — Серьезно? — Да, но там, так как ТВА все грамотно сделало с юридической точки зрения, соответственно, Adidas там не участвовал. — Обидно получилось. Подожди. То есть там был условно год, да? — И по итогу этого года… — 16-й год по итогу победивший район получает беговую базу. — Вот типа такой, которая стоит в Мужиках. — Да, да, да. — Тогда был амбициозный план построить как можно больше беговых баз, и там в плане было порядка как 20. Вот. — И в общем, короче, произошла история, объявили победителя, но базу не построили. — Не построили. — И получается, что Adidas в рамках нашего города понес репутационные сдержки. Правильно? — Получается, да. — Ну, это мы сейчас во всеуслышание просто объявили. До этого никто не знал об этом, наверное. — Нет, на самом деле… — Ну, на самом деле было очень много хайпа в беговых группах, которые… — Да, да, да. — Ну, то есть приходилось бороться в какой-то момент с этим. — То есть это не секретная какая-то информация? — Нет. — Да нет, ну просто можно знать, что там типа это… — Там ель героинь подключался как раз. — Кто это? — Ну, твой любимый. — Друг капера. — Да, да. — Понятно. Ну ладно, хорошо. Точнее, удивительно. — Удивительно, абсолютно. Я сам не до конца понимаю, как так произошло. — Просто, ну, если говорить про бюджет, строительство этой базы, можно было, ну, как бы, скосить бюджет, ну, что-то построить хотя бы людям. — Ребята, честно, пытались. То есть не было такого плана, что мы сейчас типа дойдем до конца года. Я на тот момент счет не работал в компании. Работал в IT-отделе. — Ну, в компании работал, но не работал в маркетинге. — Ребята реально хотели построить базу, пытались, но не смогли договориться. По-моему, там победила Рана Измайлова и не смогли договориться с Измайловским парком. Что-то вроде такой истории. В общем, не было помещения, которое реально бы подходило для бегунов. Вот. Можно было построить какую-нибудь хрень, но кому это нафиг надо. Ну, тоже. Ну, как было. На самом деле, да. Тут, знаешь, это может сейчас так звучать очень по-черно-белому, То есть есть вот великая светлая идея построить эту базу, да. По факту может быть. — Ну, глобально, да. — Да. Для того, чтобы что-то построить, нужно, ну, с кем-то договориться с армией стороны. Опять же, ну, блин, а если ты как бы коммуницируешь, ну, то есть ты не проработал вопрос, связанный с тем, что ты как бы что-то предлагаешь, да, а по факту это сделать не может. Ну, наверное, это тоже неправильно. Короче, надо было в этом заранее подумать, ну, естественно. — Ну да, ты как бы пообещал, но не женился. — Да, я неудобненько получилось с другой стороны. — С другой стороны, смотри, все равно всегда можно договориться, можно было сказать, ребята, мы строим, например, ранинг-базу в лужниках, и для вас, из Измайлова, все посещения бесплатные, они 500 рублей. — Там пытались, но... — То есть ребята внутри компании пытались вырулить, да? — Пытались вырулить, конечно, это не было такое решение, типа, блин, все, короче, мы кидаем этих людей. Вот, там было и предложение, что им поставили стеллу беговую, у вас есть там беговой клуб, в общем, бренд так или иначе старается, но как бы базы не будет, сори. — Слушай, а глобально почему так произошло? Потому что сменился SEO или что? — Нет, он как раз на тот момент принимал финальное решение. Вот, ну, просто реально не смогли найти. — Это петушиный поступок. — Это петушиный поступок, здесь не поспоришь. — О-о-о, куда градус? — Не, ну а что, подожди, как бы, обещал? — Ну, обещал, конечно. — От лица крупного бренда. — Сам, лично. — Да, и взял, и не сделал. Ну, кто ты? — А он поменялся же сейчас, да? — Он поменялся как раз. — Уже много раз, наверное. — Не-не-не, один раз. — Это мы сейчас говорим про австралийца, да? — Да, Мартин Шенкунд. — Еще и назвали имя. — Ну ладно, хорошо. — Так получается, что взялось, это все закрылось, да? И что дальше произошло? — Дальше начали, вот как раз в тот момент, когда я пришел, плодиться беговые клубы просто из московских 17, да, масштабироваться, был амбициозный план построить там 110 клубов по всей России. То есть реально прям штамповать в каждом городе. — То есть теперь был взят курс на увеличение бегающих масс, правильно? — Да, да, да. У меня даже была задача найти в каждом городе, где есть беговой клуб, забег. И я наткнулся на, по-моему, Астрахань. Там есть такая штука, как Гандвик. Это марафон, который проводится 30 там с хреном лет. Его бегают пенсионеры, они купаются в проруби, тусуются, празднуют Новый год с баяном. То есть это прям реально вот… — И? — Он до сих пор проводится? — Да, он до сих пор проводится. Я не нашел другого забега в этом городе, потому что его там нет. И предложил директору своему, сказал, вот типа, чувак, смотри, ну хочешь поддерживать «Идидасранерс» и развивать вот так вот. — И? — Ну мы забрендировали там «Баян» с логотипом был «Идидасранерс». — Серьезно? — В Астрахани? — Да, я не уверен, что это Астрахани. Вот что-то такое. Я могу скинуть презентацию. Смотрим. — 42 километра они бегают. — 42 километра. И там есть три пенсионера, которые бегают каждый год. С самого начала вот этой вот штуки. — Не, ну блин, какая разница, кто как бегает, главное, что они бегают. — У них реально комьюнити. То есть это прям офигенно. — Ну смотри, и сколько в итоге вы окучили и поддержали таких забегов? Сколько странных? То есть сколько клубов вы, скажем так, поддержали? — Вот эта презентация отменила эту идею. И, в общем, мы перестали искать забеги в каждом городе, где есть беговой клуб. Но клубов открылось там 105, что ли. Ну, в общем, было близко к 110. — 105 по России? — По России. — И это эти клубы, они были под «Адидасом», да? — Под «Адидасом». Это были клубы, открытые «Адидасом». То есть это не когда ты приходишь со спонсорством, а когда ты ставишь своего тренера, находишь, находишь. Большинство из них было организовано на базе магазина. Вот. Ну и, соответственно, люди бегали. — Ну это не петушиный поступок. Это развитие бегового движения. — Нет, это хорошо. — Так или иначе «Адидас», да, сделал огромный вклад еще на этапе московского марафона в развитие бегового движения. Ну то есть как бы с базой не срослось. Получилось обидно, но… — Но тут пришел ты. — И тут пришел я. — Подожди, а ран-база когда появилась в Лужниках? — Ран-база — это первая беговая база, которая открылась в Лужниках. Она была еще не вот в том месте, где мы ее видим. Это база образца 2017 года. До этого она была в спортцентре или что-то там такое есть, короче, какое-то здание. Она была первоначально там. — Но та, которая появилась, которая уже стала, по сути, культовой, наверное… — Якорем. — Ну абсолютно. — Ну это беговой якорь Лужников. — Да это просто… — Да. — Совершенно верно. — The top of the top. — А вы знаете, где еще были беговые базы? — Ну-ка. — В Олимпийской деревне на прудах. — Ага. — Это была база, совмещенная с лыжной базой. То есть она открылась как лыжная база, а потом летом… — Это вот на Мичуринском? — Да-да-да. Это как раз мой район. И в Солнцевом Мещерском парке. Лыжная база. — В Мещерском парке была тоже ран-база? — Лыжная база. Она проработала только зиму, она была в Орензе, и летом ее уже закрыли. — Да, сколько род был в Мещере, я не могу сказать, где она была. — Она где велопрокат около церкви. — А, ну поэтому ты же в церкви не ходишь, я не знаю. — Ну я там… — А ее не было, она тогда строилась. — Тоже один из зданий. — Да, здание там крутое было. — Здание ран-базы было реально крутое, она была с огромными окнами, как вот мы сейчас сидим в студии. Там были всякие гирлянды, деревянные вот это вот оформление, то есть прям… — В люфтниках? — Да, несколько… Не столь премиально сейчас все. — Мне безумно нравится вот эта вот концепция, да, что как бы есть какой-то локейшн, какое-то место совершенно как бы правильное по местонахождению, по функциональности, потому что там есть где там, не знаю, попить, переодеться, там принять душ, сходить в туалет, прикупить чего-то. Даже у нас с тобой был кейс, когда… Да, когда был кейс. Когда мы, значит, решили побегать спонтанно, вот, и… — Ты спонтанно, а я должен был бегать. — Да, а я спонтанно думал, пойдешь бегать – пойду, да, окей, нет формы, все, пришли как бы и там… — Ну ты же банкир, ты мог себе позволить купить целиком всю форму от начала до конца. — Побегал, нет проблем. — Кстати, интересный факт – это первая база, которая открыта вообще Adidas'ом по всему миру. Я был в Чехии, и они говорят, что они открыли первую беговую базу, но она открыта позже. — А где она в Чехии открыта? — В Праге? — В Праге? — В Праге, да-да-да. И она совмещена с офисом «Рангзеч», это как московский марафон, только прошедшая серия. Вот, у них на первом этаже беговая база, в подвале еще там зал для тренировок, а сверху офис. — А как ты, мне не помню, «Рангчех» ты имеешь в виду? — Ну да. — «Рангзеч», потому что это ужасный вот этот чешский язык, непонятно, у них там «цзеч», 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 вот это вот непонятно. — Прекрасный язык. — Нет, язык-то прекрасный, но когда вот это вот все пишется, я сразу понял, о чем речь. — А ты знаешь, как вот… — «Рангзеч». — Если ты посмотришь, например, на Мадьяров, возьми венгерский язык, там знаешь, как пишется? — Да. — Это вообще просто. Ты знаешь, когда ты смотришь название города, тебе кажется, что тебя просто унижают, понимаешь? Поэтому не надо на чешский нагинать, прекрасный язык. — Не, они крутые. — И организаторы, собственно говоря, этой серии тоже крутые ребята, мне тогда удалось с ними познакомиться. — На фон крутой, да? — С директором, да. Я бежал тогда, у них есть «десятка», которая проводится осенью, она проводится вечером, ну то есть бежишь уже ночью, ну типа нашего ночного забега, короче. Вот, и там стартуешь под классическую музыку с главной площади, то есть я прям тогда впечатлился. И тогда был поставлен рекорд среди женщин на «десятке». — Слушай, я вот край муха слышал, что у нас… — Мировой рекорд? — Мировой рекорд, да. Я тоже ехал не случайно. — У нас есть… в Москве живет один из организаторов «Ран Чеха», какой-то человек… — Джири? — Может быть, я не знаю, что он типа… — Он там с «Ассекс» фронт района, наверное, какое-то дело имел. Ну, я знаю, что он раньше вроде как там работал, то есть он сейчас не работает. — Да-да, ну в смысле он имел какое-то отношение… — Да-да-да, так и есть. — Живет он тоже на юго-западной вроде как. — Здесь какое-то сейчас кроется, потом ты как-то это выведешь, да, в какую-то информацию, что вот все нормальные парни живут на юго-западной, да? — Не, я просто респектую этому району, где я прожил практически свою жизнь. — Ну там и Пушкина застрелили, наверное, да, судя поологии? — Ну, застрелили там не Пушкина. — И живешь сейчас там же? — Нет, я переехал в Солнцу. — Солнцевский. — Ну, Солнцевский, да. — Солнцевский. — Главное, что не либера. — Ну да. — Слушай, но… И как долго продолжалась эта поддержка беговых клубов? — В какой-то момент пришло понимание того, что просто выросла такая армия, которую тяжело контролировать. Вот. И если в Москве это уже крутые Adidas Runners, которые там типа модники и все такое, то в каком-нибудь там Сыктывкаре это немножко другая история. Вот. И началось сокращение, осталось только Москва и Питер. И все приводится к единому стандарту. — Опять сократили? — Да. — Опять петушиный поступок? — Нет, почему? — Ну… — Или эти клубы продолжали существовать? — Слушай, срача было, как всегда, много. Вы предоставили нам тренера, вы у нас отняли тренера. Да этот беговой клуб — это вся моя жизнь. Я вообще здесь уже детей родила в этом беговом клубе. Они, кстати, там ходят и купаются в проруби. Ну, то есть там реально комьюнити. — Ты про Сыктывкар? — Про все, про все вот эти беговые клубы. Вот люди тогда реально очень обиделись, что Adidas сделал сначала для них, а потом это забрал. — Ну, скорее, наверное, не забрал, а не продолжил поддерживать? — Не продолжил. — Ну, они посчитали, что у них забрали. — Нет, но у них же что было? У них была поддержка со стороны бренда, у них был бы этот преподаватель хотел сказать, певец… — Что было включено в пакет поддержки? — Бесплатной тренировки, никаких скидок, ничего не было. — То есть просто, по сути, тренер? — Наличие тренера и… — Ну, и инфраструктура, да. — У меня только ощущение, что под инфраструктурой здесь… Это правда… — Это магазин, в котором есть раздевалки, ну, для обычных людей. Они же использовались. — И шкафчики. — Это важно. Я бы вложил руку к созданию шкафчиков. — Да, и хорошо. И получается, что Adidas уходит из, допустим, перестает поддерживать отбеговой клуб, и это означает, что он перестает пускать их… — Шкафчики, да, именно. — Шкафчики. — Ну, и шкафчики утилизируются в перспективе. — А, вообще просто закрываются. — Да, ну, потому что… — Слушай, а знаешь, тогда это нормально. Имеется в виду, что вот эта претензия дал и забрал, как бы, наверное… — Мне просто кажется, что это вот эта история с паркраном, когда людям очень важно ощущать себя причастным к какой-то вот идее глобальной. Понимаешь? То есть тебе недостаточно просто бегать или дружить со своими ребятами, там, девочками, мальчиками, которые вместо того бегали до этого целый год. Тебе важно, чтобы вы бегали еще во имя чего-то или с кем-то. Поэтому, наверное, поэтому людям было неприятно. Им казалось, что их кинули. На самом деле, вот мне со стороны кажется, что, наоборот, пришел Adidas, показал всем, как можно это все организовать, да, потом сказал, ребята, вы там дальше сами. У меня, к сожалению, закончился, типа, вот этот вот испытательный период, я ухожу. — Ты на самом деле абсолютно прав, потому что многим тренерам была дана установка, вы, типа, там сами продолжаете, вы можете это как-то монетизировать. — Да. — Ну, наверное, кто-то так и сделал. — Конечно. — Вот, поэтому, опять же, тогда не петушиный поступок. Это просто план. То есть фактически людям… — Плана такого не было. — Уйти. — Уйти, да. Ну, то есть был план развиваться, просто… — Почему решили уйти? — Дорого. — Потому что невозможно раскатить во все города одинаковую идею, потому что, во-первых, это разный менталитет. — Ну, нацистам расскажи это. — Ну, подожди, то есть имеется в виду, что это управленческая проблема или все-таки финансовая? — Ну, контролировать, мне кажется. — Финансовая — это не столь дорого было. — Ну, просто… — Скорее эти деньги переложили просто в другие проекты. — Ну, то есть более эффективно стали их использовать. — Более эффективно. — Да. — И какой дальше вот это все, куда все мимикрировало, куда это делось, куда переехало? — Остались беговые клубы в Москве. — Так. — Сейчас они, по-моему, тоже подсократились, я, честно говоря, уже не слежу. — И в Питере. — То есть, грубо говоря, это такие… — Два главных города. — Флагманы. — Просто это глобально, да, даже различается со стратегией «Адидаса» рано по всему миру, потому что если в топовых странах типа Германии было три клуба… — Топовых? — Слышал? — Ну, топовый в смысле «Адидаса», то есть это то, где вообще все сконцентрировано там, типа Берлин, Мюлхен и, я не знаю, какой-нибудь Кёльн, например. То в России у нас там было 30-50 городов. — Ну, такие разошлись, да, да, да. — Вот, поэтому просто в какой-то момент это схлопнулось с этой стратегией и остались два крупных города. Один ключевой, второй развивающийся. — А кто нарисовал логотип «Адидас Раундерс»? — Это глобальный, да. — Это глобальный, да, глобальный. Притом он в какой-то момент менялся, я, честно говоря, не помню, с чем была связана эта история. — Когда первый раз мы, значит, с Лёхой увидели этот логотип, первая его реакция, знаешь, какая была? Он говорит, очень похоже на логотип какой-то региональной веб-дизайн-студии. — Нет, это… — Ну, в каком-то смысле… — Так нет, я в общем согласен, он немножко странный был, этот логотип, но есть, вот. Я не знаю, про какую версию, про какую итерацию… — Он не сильно менялся, да. — В целом, я считаю, это нормальным логотипом. Да, возможно, он там простоват, но он же запоминающийся, то есть… — Не, ну, это как и весь клепарт-то в Варде, они все очень запоминающиеся. — Извините. — Ну, а что, извините-то, Вардарт прекрасен. — У меня нет вопросов к логотипу. — Так у меня тоже нету, просто я удивился, что, в принципе, компания стильная, делает прекрасную одежду, супер-дизайн, везде, там, типа Германии, вдруг. — Знаешь, я скажу так, что, в общем и целом, сам графический элемент, там, сам знак, он должен прожить какую-то жизнь, и, там, он должен настояться, он должен… То есть, за ним уже в процессе появляются какие-то, вот, не знаю, ощущения или, там, эмоции, которые, там, он вызывает. Сам по себе он может первое, там, впечатление, которое ты увидел, ты его сформировал, и оно дальше может очень сильно трансформироваться. В зависимости от того, где ты его видишь, в каких условиях, что за этим брендом стоит. Ну, потому что я тоже, все равно, мини-бренд, да, под зонтиком Adidas, какая разница. Вот, поэтому я потом, впоследствии, поменял свое отношение конкретно к этому знаку, потому что он, там, я смотрю, я к нему привык, вот, он, там, на футболках, да, он, там, везде-везде-везде, на, там, разных каких-то локациях, там, на забегах, там, еще что-то, вот, и потихонечку-потихонечку я, как бы, сталкиваю привыкать, и мне он даже стал нравиться. Но первый раз, когда я увидел, я согласился, что это, как это, региональное веб-дизайнство. У меня абсолютно такое же отношение, как у тебя, то есть, я, у меня было просто удивление сначала, а потом, ну, ты, как бы, в любом случае, в брендинге ты начинаешь ассоциировать этот логотип с чем-то, да, ассоциированный, ну, а учитывая, что он настолько позитивный. Он стал массовым. Массовый, да, учитывая, что все связано с позитивом, с бегом, с хорошими людьми, улыбчивыми, сразу ты понимаешь, что, да, он прикольный, и пусть живет себе, ну, что выпендриваться-то. Ну, глобально, да. Знаешь, там, глобально-то мне нечем похвастаться в дизайне, поэтому я не могу осквернять или как-то критиковать эту работу, но глобально мне сначала показалось, что, да, немножко простовато. Всем так показалось. Ну, даже тем людям, кто принимал этот логотип в нашем офисе, ну, как глобальную коммуникацию. Ну, сейчас он нормально живет, существует. Да, да. От глобалов спустилось, все-таки файлы с PDF-ом открыли. Такой бывает часто. Но вот этот момент, когда вся эта история с поддержкой клубов закрылась, это какой год? Региональных ты имеешь в виду? Слушай, не соврать, это, наверное, 17-й год. Потому что в 17-м году мы еще ездили по региональным забегам, чтобы показать местным клубам, как выглядит московский клуб и как мы круто тусим. Типа научить, да. Ну, ладно. Мы ездили в Сочи, в Питер, в Казань. А «Дайхард» возник когда? И относился ли он когда-нибудь вообще, в принципе, к биговым клубам и поддерживал ли его когда-нибудь «Адидас»? «Дайхард» образовался, мне кажется, в 18-м году. Вот сейчас три года отмечали. Три года. 17-й год, значит, да. Да. Конец 17-го года. Так. Давай. Это полностью проект «Искандера». Я думаю, что это ни для кого не секрет. Не секрет абсолютно. Да. Ну, учитывая, что «Искандер» был атлетом «Адидас», соответственно, мы все, ну, люди, которые в этом не разбирались со стороны, думали, что это вот один паровоз, грубо говоря. Я тебе скажу, что многие люди в компании старались все это свести к одному паровозу, но как бы атлет имеет контракт с брендом. Ага. И глобально, в принципе, атлеты даже не причастны к «Адидас» «Раннерс». То есть глобальный атлет, там «Лайлз» и все прочие вот эти вот ребята, они «спонсоред» by «Адидас». Вот. То есть как бы это неравноценно. И, ну, мне кажется, идея отжимать… Неравноценно что? Если у тебя контракт с брендом «Адидас», то это не значит, что ты «Адидас» «Раннерс». И это не значит, что ты должен все свои идеи… Дорить. Да, да, именно. Ну, то есть у тебя это в контракте не прописано. Почему нет? Окей, это была инициатива, правильно, атлета «Адидаса»? Да, именно. И это его было решение, чтобы у всех, кто приходил к нему в эту его затею, думали или ассоциировали это все с «Адидасом», с брендом, который поддерживает этого атлета, правильно? Ну, в какой-то момент он рассказал мне эту идею, и в целом мы пытались ее продать бренду. И? Вот просто… Не продалось. Не продалось, да. Ну, то есть это, получается, как-то флер того, что «Искандер» был атлетом «Адидас», распространилась автоматически на забег «Дайхард». Правильно я понимаю? Или… Вот просто ассоциация с тем, что забег, по сути, является, ну, давай говорить, там, не беговым проектом «Адидас», а там, не принадлежит «Адидас», но при этом является там некой неотъемлемой частью бренда, это, как бы, оно есть, и оно существует. Вот именно ощущение. Но оно не является. Так вот нет. Это же почему? Почему? Потому что, где они встречались на ранбазе, бегали, все хотели надеваться так же, как «Искандер». Ну, то есть, немножко не клеится, поэтому… А ты думаешь, это возможно? — Ты думаешь, это возможно? Конечно. Я думаю, что возможно. Потому что «Найки» как раз любят вот эти вот истории, когда у вас есть клуб, и, типа, мы у вас будем дико сидеть, и вы будете, типа, ассоциироваться с нами. Нет, просто прикол заключается в том, что, если ты посмотришь на «Найк» этих бегунов, которые у нас бегают в Москве, в парке «Горько-дващи», в принципе, даже если взять по России, то они нифига не похожи на ребят из «Дайхарда». Да, абсолютно. Даже сейчас, когда «Дайхард» базируется в «Найк» и «Боксе», они там неорганично присутствуют, потому что, ну, все-таки ребята, которые… Немножко разные, да. Разные они просто, понимаешь? Мне этим и веселит эта история, что, наконец-то, как бы, вдруг все как-то по… ну, там, углы скруглят немножечко. Вот, по ходу дела, не скруглят. Время покажет. И получается, что, ну, фактически, ну, «Адидос» нифига не помогал развивать «Дайхард», и поэтому не существует никакой истории о том, что, типа, якобы «Адидос» помог становлению «Дайхарда», а потом он взял и ушел куда-то. Такое так можно? От «Дайхарда» или от «Аскандера»? Ну, то есть, я немножко не понял. Я неправильно не понял. Он ушел, он ушел фактически из «Ранбазы» и переехал в «Найке». Это как средство того, что «Искандер» сменил тоже прописку. Да. Ну, то есть, нельзя сказать, что, типа, «Адидос» взрастил этот клуб, и потом… Ну, определенно он сделал вклад тем, что давал инфраструктуру. Я сам бегал с «Ранбазы» в «Лужнюках», мне дико нравилась локация, и «Найке» «Бокс», ну, мне не очень удобно добираться, мягко говоря. Это, да, это отдельный вопрос, но… Ну, то есть, короче, есть за что сказать спасибо «Адидосу», мне кажется. Я хотел как раз вот это понять. То есть, вопрос с инфраструктурой – это вопрос как бы не простой. Ну, то есть, это все-таки как бы некое вложение в этот проект. Да, да. Но можно было вложить гораздо больше и получить гораздо больше выхлопа. А что бы вы получил выхлоп? Какой «Адидос» получил бы выхлоп, поддерживая это движение? Ну, слушай, если посмотреть на этих ребят, то, в принципе, большинство из них выбегает марафон из трех часов. И что? То есть, в принципе, если ты получаешь уже картинку быстрых бегунов, а за быстрыми бегунами подтягиваются более медленные бегуны. Можно было бы взаимодействовать с Джисусом, который, в принципе, из вот этого человечка, который начал ходить там на «Дайхард» бегать вместе с Эскандером, уже превратился реально в крутого атлета. Я бы с удовольствием заключил бы с ним контракт. Это да. Джисус прекрасен, он был у нас на подкасте, он хороший. Но, смотри… Это, знаешь, рассадник таких атлетов, которые потом могут там начинать… Я предлагаю вернуться к этой теме. Давай назад отскочим. Давай. Это был момент, когда «Московский марафон» сменил своего технического партнера. Почему это произошло? Насколько я помню, там была какая-то история со стороны «Адидаса», такая типа из серии, он чем-то оказался недоволен. Да, абсолютно. Что там было? Почему он вообще разъехался с беговым сообществом? Я был тем человеком, который топил за продолжение работы с «Московским марафоном», но был пуш, что мы тратим много денег, и эти деньги вкладываются неэффективно, потому что ассоциация «Московский марафон» равно «Адидас», ее нет. А почему так? Это произошло с приходом «Промсвязьбанка», потому что до этого спортивным партнером был бренд «Адидас», и, в принципе, над нами не было никого. То есть «Московский марафон», потом дальше идет «Адидас», а потом уже мелкие другие партнеры. А здесь появился кто-то главнее – «Промсвязьбанк». Ну и, очевидно, когда появляется вот этот титульный спонсор, который платит там х миллионов рублей и меняется название у марафона, ну, очевидно, все затмевает, просто все остальное там уже меркнет. Я был тем человеком, который топил за то, что если мы не хотим инвестировать столько, давайте оставим хотя бы «Московский марафон», ну, как сделал «Асикс», получается, потом. Потом можно было подключить «Московский полумарафон». Ну, то есть смысл спонсировать серию нет. Можно взять за более меньшую сумму, но ключевые забеги. Мне просто интересно, ну, ведь все мейджор-марафоны, они начинаются сначала со ститульного спонсора, и потом идет технический спонсор. То есть никто из того же и тот же самый «Адидас» не говорит, что, типа, нет ассоциации «Берлина» и «Адидаса». Это было выгодно просто потопить в тот момент сотрудничество с «Московским марафоном» и разругаться. Так я и говорю, что здесь нету никакой, в принципе, подоплеки. Нет, я просто говорю, да, откуда ноги растут. То есть нужно было потопить, и это был просто повод соскочить? Да, именно. То есть это какой-то петушиный поступок? Мы сегодня будем говорить про петушиные поступки. Ну, я хочу понять просто, понимаешь, то есть здесь… Я помню, что там какой-то был негатив. Что за негатив? Слушай, негатива я не помню, но в целом я расцениваю наше сотрудничество с 2013 по 2016 год включительно как эффективное с «Московским марафоном». Так нет, просто зная ребят из бегового сообщества, как они все это делают, я понимаю, что там… Я уверен, что они делали максимум из того, что могли. Именно, именно. И, ну, это единственный, фактически самый крупный забег в Российской Федерации. Я бы сказал, что это самый крупный, наверное, забег, если мы берем от, не знаю, например, взять Берлин до Китая, допустим. Ну, там плюс-минус. Ну, то есть реально у нас вот в этой там широте-долготе ничего такого подобного даже близко нет и не будет. То есть «Московский марафон» все-таки дал дофига «Адидасу», но он почему-то соскочил. И мы дали дофига «Московского марафона», мы развивались вместе. То есть это «Вин-Вин» был? Абсолютно. Так что соскочил-то «Адидасу»? Ну, потому что было выгодно тем людям, которые топили «Московский марафон» на три компании. Естественно, Мартин Шенкланд сам не принимал такое решение. Он руководствовался тем, что ему рассказывали коллеги. А, там был какой-то заговор. Ну, типа того. А почему он был? Слушай, ну, в больших компаниях есть много сотрудников, которые отвечают за разные направления. Вот. И когда команда не действует в едином направлении, вот там нужен московский марафон, давайте дико там вообще все будем его активировать. Слушай, а не было такого, что, может быть, это вопрос был, там, не знаю, цифр, ну, то есть PL посмотрели, ну, вот… Мне тоже кажется, что… Как это по-русски сказать, ну, profit and loss, да, то есть посмотрели финансовые показатели и такие, типа, а, ну, блин, правда… За три года продажи не растут, а денег вбухиваем, типа, дофига. И поэтому рацию говорит о том, что, ну, как бы, наверное… Слушай, ну, конечно же, можно всегда показать цифры с разных сторон. Вне всякого сомнения. Да, были показаны только цифры с негативной стороны, что наше сотрудничество ничем вообще в плюс не работает никак, вот, поэтому… Ну, подожди, а ты же можешь смотреть продажи like for like? Ну, ты же мой, это же такой, типа, показатель, с какой стороны ты его можешь посмотреть? Ну, посмотри, сколько продавалось… Ты можешь просто не показывать те цифры, которые создадут негативные впечатления, а показать только хорошие цифры. Понял, о чем я? Ну, не до конца, но… Здесь просто я, ну, могу… Я абсолютно очень хорошо понимаю, что одни и те же цифры можно показать там несколько по-разному, да. И, например, посчитать там тот же самый Goodwill какой-нибудь, да, предположим, ну, очень сложно. Ну, потому что на там среднесрочной перспективе, вкладываясь вот в эти отношения там с московским марафоном и столбя там какую-то тему, вот просто гарантированно, что Adidas – это равно беговой бренд, а, как бы, ну, лучше, наверное, что-то сложное придумать, ну, как бы… Ну, если ты продаешь беговую экипировку. Ну, конечно. Просто он дофига продает ведь еще и casual. Естественно, и что оно там тянет… Конечно. И вот этот Goodwill, его посчитать практически… Ну, глобально, да, но все равно ты можешь посмотреть, сколько ты инвестируешь денег за три года в сотрудничество с московским марафоном. Конечно. И если кривая продаж у тебя там, она, как бы, не клюшкообразная и там не летит, как бы… Все росло, потому что Adidas, в принципе, в беге появился как раз в тринадцатом году с приходом во московский марафон. Тогда вот это вот вопрос, да. Но, опять же, ты можешь взять, там, например, рост беговой, как бы беговую кривую, да… Да, или общую. Или общую, да, и общая может быть… Или беговая по отношению к общей. Например. И тут уже, знаешь, как бы это, опять же, жонглирование там цифрами. Ну, в любом случае… Как я и сказал, то, что вот была низкая ассоциативность, это был один из ключевых на том, наверное, показателей. Несмотря на то, что шукаунт – это количество кроссовок-финишеров на марафоне, он рос. То есть за эти четыре года, в принципе, удалось добиться больших высоток. Расскажи просто про этот показатель. И даже отжать у Nike. Ой, безумно интересно, да. Расскажи про этот показатель. По-русски это означает… Количество кроссовок… В Adidas это называется bootcount. А не balance – это шукаунт. Один хрен. По-русски это называется количество кроссовок, которые финишировали именно в забеге. Да. Как это в том или ином бренде? Как это вообще? Стоят люди. Раньше стояли люди с такими счетчиками, в руках увидел Adidas, лежал. Да, да, да. Последний раз снимали камера на финиш состоит. Потом люди сидят две недели, разбирают вот эти вот картинки. А что с нашей стороны? Это агентство делает. Но есть крутые решения международные, которые делают это автоматически. И стоит камера, которая с искусственным интеллектом понимает, что вот перед тобой… Ну да, компьютер-вижн. Да, да, да. Вот, к сожалению, стоит пока дорого, и в России… Подожди, а агентство имеется в виду, типа, какое-то, ну, не консалтинговое… Исследовательское… Да, да, да. Вот что-то условное. Я просто не занимался заключением договоров конкретно с этими ребятами. Мы просто давали указания нашим коллегам, что вот надо… Прикольно то, что считают это. Ну, конечно. На самом деле у меня есть статистика с 13-го года. Учитывая, что я уже поработал во всех компаниях, вот, там можно проанализировать тренды ASICS. Чаще всего… Ну, точнее, ASICS всегда оказывается на первом месте, потому что это наследие 90-х, когда открывались их кипровочные центры. Ну, в принципе, это был единственный беговой бренд в России. Потом появились Nike… Все это обесценивают, да, сейчас? Да, потому что всегда было. Нет, слушай, но ASICS просто… Нет, сейчас крутые. У них был период, когда это было… Даже неважно. Просто, мне кажется, с точки зрения там бренда строения, да, и как бы, не знаю, там, всего того, что связано с окружением бренда, это самая лучшая, как бы, тема, когда у тебя есть очень четкая ассоциация, которую, ну, сломать очень сложно. Ну, да. Тебе, конечно, сейчас продукт, ну, то есть, не сейчас, а в целом, тебе важно не, там, не налажать продуктом, чтобы вот это вот… Налажи бывают. Ну, наверняка, слушай, я, там, как-то… Мы сейчас не говорим про какой-то конкретный бренд, я говорю в целом, да, как бы, про… Я тоже, в принципе. Про эту связку, что есть бренд, и есть, там, продукт, и если бренд ассоциируется, жестко ассоциируется с какой-то нишей определенной… Да, это можно. Продукт крутой, все, это просто синергетическая история, да, синергетический эффект. Ну, вот это та борьба, которая была, чтобы в перспективе, там, через 5-10 лет опередить, наконец, ассикс. И, в общем, Adidas был близок к этому, да? Ну, Nike мы опередили на некоторых забегах, то есть, там, по каждому забегу все это снималось. Но ты, как спортс-спортс-спортивный маркетолог, вот, как можешь оценить вот эту вот… Как правильно сказать, борьбу между Adidas и Nike на беговой нише, учитывая то, что Nike, абсолютно, как-то, наверное, вышел из этой темы… Абсолютно вышел. Организовав в 12-м, по-моему, или в 13-м, в 12-м и 13-м году вот эту… В 14-м последний веран. Да, в 14-м был последний веран, и потом они все, они исчезли просто с ландшафта, их вообще не было. Но при этом продажи, наверняка, ну, вот, как ты говоришь, если шоу-каунт посмотреть, да, как бы, ну, у Nike все там неплохо. Абсолютно глобально. Вот как это соотносится, как это работает? В 15-м был последний веран, чтобы никому не соврать, чтобы… Допустим, да. Nike же глобально, мы читали это в книге, которая про Филу Найта, что они немножко подзабили набег, вот, и их все последние телодвижения были направлены на то, чтобы вернуть. И, на самом деле, это глобально настолько хайпует, что, мне кажется, это очень сказывается и на бегунах, и плюс продукт крутой, реально. То есть, по сути, продукт, качество продукта само себя двигает и позволяет занимать вот, там, те цифры по, опять же, да, вот, по вот этом рейтинге финишировавших кроссовок достаточно высокие позиции. То есть, по сути, это, ну, если говорить про, там, глобальный, это глобальная сила бренда, правильно? Не привязана, без привязки конкретно к категории бег. Почему? Ну, я, это вопрос, я не знаю. А, ну, просто давай вспомним сейчас, что произошло за последние пару лет в беге, и, там, посмотрим, кто бегает в Найках, и всякие проекты Breaking 2, Ineos. И тебе не кажется, что эта история очень сильно пушит? Вот сейчас, да, но до этого, как бы, ну, сколько, сколько Breaking, вот, который был? В 17-й, по-моему. Ну, в 17-й год. В 17-й год, я в Сочи тогда был как раз. В 17-й год. А в 15-м закончились в Иран. То есть, что-то произошло за два года, и ребята просто выбрали стратегию, давайте мы сейчас всех нахлобучим. Здесь проблема в том, что они тогда действовали локально, развивали вот эти беговые клубы и так далее, а тут они полностью переключились на глобальную историю. То есть, у них сейчас есть их беговая база, где они хоть кое-как ее активируют, вот, но, по сути, там, ни забегов, никаких других активаций нет. Потому что, скорее всего, они, видимо, первые в России поняли, ну, этот бренд в России понял, что не нужно поддерживать локальные беговые клубы, не нужно поддерживать амбассадоров, фронтранеров и друзей делать, давайте мы просто будем сидеть, но станем модным беговым технологичным брендом. Понимаешь, на глобальном уровне Nike невероятно крутой, ну, то есть, вот, уровень, там, той коммуникации рекламной, которую они делают, это просто, ну, это высший вообще, просто, ну, никто... Бюджеты. И бюджеты, и идеи, но это же, понимаешь, тоже, ты можешь с бюджетом так бесталанно это все, как бы, сделать, что, ну, то есть, здесь все, это реально такой синергетический, очень правильный, как бы, выверенный, абсолютно, очень крутой продукт, вот, потому что, ну, как я уже говорил, да, сочетается, ну, все просто, ну, близко к идеальному. И получается, за счет вот этой вот очень крутой рекламной коммуникации на уровне большого бренда, я не говорю про категорию, потому что категории-то тоже, там, есть крутые. Глобально, да, там... И хоккей качают, там, например, там, очень мощно. Баскетбол. Баскетбол, там, ну, да все, что угодно, но, учитывая то, что нет поддержки, там, категории, например, в России, то, что делается на глобальном уровне, просто автоматически, как бы, спускает вот эту... Так вот, я к чему хотел привести-то все это? Смотри, у нас пошли, пошел шум среди Adidas Runners, вообще, в принципе, атлетов, что Adidas стал сокращать финансирование своих атлетов, ну, по России. Сейчас? Да, ну, там, тому, собственно говоря, есть, многие люди лишились звания такого, либо им сократили зарплату, а кого-то, может быть, вообще оставили только на экипировке. Ну, я не буду сейчас говорить, за кого и как, это не важно. Ты просто, Андрей, что ли, говоришь? Ну, ты понимаешь, да, что он бы не ушел бы оттуда, если бы все было нормально финансово, правильно? Ну, я думаю, да. Если предложили хорошие условия, но никому не поменял бы. Я не знаю, может быть, Андрей меня сейчас поправит, но есть такое ощущение, что просто кто-то подзабил на атлетов, и люди, которые, ну, как бы, достойны были... Слушай, ну, мы этого не знаем наверняка. Я тебе рассказываю сейчас свои ощущения, я же не знаю, не говорю, что так есть. Я сказал, Андрей мне поправит, а Андрей... А Андрей откуда знает? Андрей ночует с Акросом. Да нет, я со всеми общаюсь, я там ситуацию в Асиксе знаю какая. И почему... То есть есть ли, правда, сейчас такая тенденция, что Адидос перестал поддерживать так хорошо, смачно своих этих амбассадоров, начал срезать бюджеты вот этой всей... Амбассадоров, а атлетов. Атлетов, извините. Да, конечно, есть. Ну, в целом, можно заметить, когда была выдана экипировка. Да. Это было, если не... Это, по-моему, после московского полумарафона. То есть первый раз я увидел на СПБ полумарафоне. Вот. Прошло уже на минуточку 8 месяцев. То есть все-таки он режет косты. По этой теме, правильно? Нет. Нет. Скорее просто не было человека, который лоббировал бы интересы бегунов. Есть запрос. В Адидосе достаточно сложная структура. Есть бизнес-юниты, которые там занимаются бегом в нашем случае. Есть спорт-маркетинг, который вывели из состава бью и который занимается, состоится подбором атлетов, переговорами с партнерами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И нет вот этой вот связи. То есть после меня не осталось никого, кто бы этим занимался. Там остались футболисты. Ну, бег. А почему остались футболисты, а бег ушел? Ты это связываешь с тем, что ты ушел и никто не занимается? Именно. Там же нет человека. То, что после моего ухода это досталось человеку, который занимался тимспортс, баскетболом, хоккеем и так далее. Ну, ему это тоже, в принципе, нафиг надо. И он ушел через 2 месяца после того, как я ушел. И все это осталось на футболистах. Слушай, а вот как тебе такая идея? Сейчас ни в коем случае не подумай, что я сейчас пытаюсь обесценивать твою работу. Она на самом деле все ее хвалит. И сам я сталкивался с нашей коммуникацией. Мы с тобой сотрудничали. И это было очень круто. Я хочу про другое сказать. Мы сейчас говорили про Nike, который вышел глобально и стал давить за эти, как их называют, стал давить сверху технологиями. Он ушел и перестали делать всякие забеги. То есть они стали деньги тратить по-другому. Adidas, который начинал с каких-то достаточно жирных шагов, организовывая клубы, какие-то районные всякие активности. Потом они сошлись, начали поддерживать два клуба только в России, в Москве и в Санкт-Петербурге. А потом начали почему-то вообще срезать все эти истории, связанные с поддержкой своих амбассадоров и, может быть, беговых атлетов. Вам не кажется, что если посмотреть на билборды в Москве, сейчас Adidas представляют такие фигуры, как Дудь и Горбачева, и что, возможно, эти люди прекрасно двигают продажи и беговой спортивной экипировки? Что, в принципе, все уже давно знают, что есть беговой бренд Adidas, есть беговой бренд Nike, есть New Balance. И теперь есть люди, которые всех знают, и, может быть, они лучше продают экипировку, чем люди, которые выбегают из трех часов на этих… Бро, смотри, тут это абсолютно вопрос как бы некой стратегии, как ты работаешь, куда ты двигаешься. Мы это анализируем сейчас, смотрим. Тренд-то какой? Мне кажется, что, смотри, здесь нет ответа, мы не знаем, как это работает, как это сейчас устроено внутри. Мне кажется, что компания выбрала этот вектор для того, потому что все смотрят на цифры, все смотрят на продажи. Поэтому ты прав, возможно, и это, наверное, логично. Берут селеба, заваливают всю Москву, всю Россию рекламной коммуникацией и смотрят, как это драйвит продажи. Рисуют красивый отчет, и все здорово. Мы же начали, смотри, мы начали с того, что рассматривали деятельность Adidas в России и смотрели петушиный поступок, а не петушиный. То есть он сначала казался петушиным, потом мы сами себе же объясняли, что он нифига не петушиный. И во всех кейсах они были не петушиный, потому что есть определенное четкое понимание, что они ищут заработок, и это правильно, иначе она будет развиваться. Так и здесь получается, что, в принципе, ловить сейчас нечего. Нифига поддерживать людей, которые сейчас стремятся прийти и пишут письма туда в спортмаркетинг. Возьмите меня амбассадором, я быстро бегаю. Они меня до сих пор пишут. Да, получается, что, в принципе, можно не париться, потому что, чтобы теперь ходить и получать деньги от Adidas, надо быть Дудиом или Горбачевой. Нет? Давайте немножко тормознем. В смысле? Вернемся чуть назад. Давайте. Зависит от целей компании. То есть кто-то ставит цель завивать любовь и кор в аудитории. Если мы посмотрим на количество бегунов, как вы думаете, сколько их в России? Всего людей, кто бегает. В целом? Да. В количестве или в процентом? В количестве. Ну, у меня ощущение, что это меньше 150 тысяч. Я топлю за 250. Ну, если ставить какие-то амбициозные цифры, это полмиллиона. Ну, наверное, все-таки это там типа 300, да, где-то так. Вот. То есть это реально очень маленький процент. И, естественно, вот такие… А, в смысле, проценты от всего населения? Да, и вообще платежеспособного. То есть, естественно, это очень маленькая аудитория. Но при том она достаточно важная, потому что это как раз те люди, кто регулярно бегает. А вот там, допустим, в том же Сыктывкаре тебе не обязательно иметь беговую обувь. И вообще, в принципе, беговую обувь чаще всего покупают люди, кто ходит просто в качалочку. Так-то. Нет, ты знаешь, вот мы сейчас как бы такие странные делаем выводы в глобальное. Ну, я не знаю, как там, не знаю, беговой клуб в Москве Adidas Runners продает кроссовки бегунам в Сыктывкаре. Я не понимаю, как это происходит. Но могу так тебе сказать, что ребята в Сыктывкаре, которые идут покупать себе кроссовки, ну, они ждут, пока будут скидки. Скорее всего, нафига покупать за 16 тысяч рублей. Абсолютно. Но они посмотрят и скажут, блин, мой любимый Дудь ходит в Adidas. Я хочу в Adidas. Они не скажут, что, блин, я видел чуваки, которые выбегают из трех часов, и я такие же хочу, чтобы выбегать из трех часов. Да нет. Я тебе об этом говорю, что как раз цель Дудя — это захватить как можно больше людей. И без разницы бегают они или играют в баскетбол. Он действует на более широкую аудиторию, чем коровая вот эта вот. Поэтому, как я и говорил, это вопрос там некой стратегии. То есть, как ты, по сути, раскладываешь вот эти мини-шаги для того, чтобы достичь определенной бизнес-цели. Ну, по сути, вот как-то так я себе это вижу. И при том хочу добавить, что все волнообразно. То есть, если мы рассматриваем Сатурничество с московским марафоном, то, возможно, Adidas когда-то туда вернется. То есть, ты тратишь, 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 тратишь деньги, потом обрезаешь, смотришь, как у тебя там что работает, потом понимаешь, что все-таки московский марафон был эффективен, и подписываешь его обратно. Вот это у всех брендов. Ну, если ASICS даст. Да, ну, я думаю, что когда-то это произойдет. Я говорю, что у всех это волнообразно. Веран ушел, ушел. Так что… Кто ушел? Веран. 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 Они тоже были успешны. Они делали, по-моему, это было бесплатно. Я вот когда ходил, там была огромная очередь из людей, кто хотел просто бесплатную футболку, и даже не обязательно было бежать. Ну, это же круто, но вообще на заре бегового вот этого тренда всего затягивает так. Ну, что говорить. В 2012 году я пробежал свой первый забег в Иеран, Москва, в Лужниках. То есть, ты бегал в Иеран? 10 километров, да. Это мой самый первый забег. Я еще, знаешь, опять же, это вот тот момент, когда я начал активно худеть и, в общем, влился в бег. Это вот тот забег, когда действительно выдавали… Он был бесплатный. Найк выдавали футболки, выдавали вот эти бибы с чипом внутри, там, с таймингом, со всеми пирогами, там, смс-очка приходила. То есть, ну, такой уровень забега был прям вот, ну, топ-топ-топ. Единственное, что не было, не было медали. Медаль не выдавали. Ну, в 2012 году. В последнем году ее выдавали, но это было, типа, брелка на веревочке. Да, да, ну, это не суть. Я просто, знаешь, как бы к тому, что, когда вот я уже свой такой прям вот по-настоящему первый забег пробежал в 12-м, в 14-м году, два года спустя, в Копенгагене. И вот выдали вот эту медаль, как бы ту, которую, в общем, всем финишерам выдают практически на всех забегах, за исключением Иерана. Для меня это просто открытие было, потому что я пробежал первый забег, медаль не выдали, я думал, ну, забег и забег, ну, как бы, окей. Вот, а тут раз, прибегаем, и дают красивую, просто невероятную, сделанную, знаешь, с датой, со всеми делами. Вот, оказалось, что на всех забегах выдают. А, кстати, на первом забеге тоже не выдали медаль, я бежал красочный забег 14-го года. А потом я бежал ночной забег, и там тоже ничего не выдали. А, тоже ничего не выдали. У тебя третий был, получается. Да, и московский, и марафон десятка обижал, и я тогда прям так счастлив был. Да, первая медаль, это, ну, как бы, это как, я не знаю, знаешь... Хотя то же самое. Слушай, я бежал первый забег, это был Бим. Бим? Бим. Это там, где мы с тобой познакомились? Да. Нифига себе. Да. Тоже не выдали медаль. А, выдали? Выдали. Там была медаль. Там медалечка была, там было грязно, холодно, но это было прекрасно, потому что это навеки во мне. Да, ужасная погода была. Слушай, ну, а я дальше подумал, мы вот тут сидим, как бы, ну, такие прям офигенные аналитики. Слушай, мы аналитики, мамкины, конечно. Да, мамкины аналитики, но глобально, я вот, я бы хотел бы резюмировать, смысл заключается в том, что для нас, как потребителей, как бегунов обычных рядовых, да, те, которые не пытаются отобраться на чемпионате России, на Олимпиаду, для нас, в принципе, кайфово, когда инициативы среди брендов перехватываются, там, Adidas, Essex, Nike, а мы там, кто в бесплатной футболочке, там, где-то забег пробежал, там, какая-то разбуди район, сейчас вот там, что, друзья бренда. То есть, в принципе, круто, когда в маркетинг приходит какой-нибудь чувак, типа Андрюхи, который говорит, а давайте поддержим бегунов. Я бы сказал, круто, когда они не перехватываются, а когда просто все в этом котле варятся и предлагают что-то свое. То есть, чем больше инициатив, тем круче. Это ты сейчас идеализируешь ситуацию, я говорю о другом, я говорю о том, что в тот момент, когда кто-то говорит, давайте забашляем Дудю шесть мультов, чтобы он висел везде по всему городу. Шестьдесят, извините, перепутал. Как бы ближе, ближе к правде. Давайте, типа, сделаем это для обычных людей, которые бегают, что-нибудь тоже, какой-нибудь ништячок. Ну, и там, соответственно, Андрюхи говорит, да прекрати, это все это, кипя и не те. Андрюхи говорит, ну, пожалуйста, давайте. И как-то убалтывает их, и у нас появляются какие-то вот штуки прямо у бегунов, у бегунов. Просто было бы круто, если бы эта вся инициатива как-то все-таки спускалась до людей, которые бегают. Вот я к чему говорю. То есть можно долго сейчас бахтеть над тем того, что кто-то что-то закрыл, отобрал, там, всунул. Вообще, ну, просто круто, что это было, есть и, может быть, будет, я не знаю. Я вот это хотел сказать. Ты сейчас описал процесс перетягивания одеяла. То есть в компаниях происходит так. Одни хотят билборд, другие хотят поддержать забег, и вот происходит тяжело бюджетов. Да, конечно. Ну, а мы, бегуны, как-то можем повлиять на это? Просто поддержка, я не знаю, как это устроено в, там, как правильно сказать, в категории, вот Adidas, что это, ритейл, наверное, да? Как распределено структурно, скорее всего, забеги, это что это, ивенты, спортс-маркетинг, да? Ну да. Билборды, это, скорее всего, там, маркетинг-коммуникации, вот, наверное, что-то такое. Разные отделы. Разные подразделения, да. И поэтому, естественно, как бы, ну, тут, понимаешь, тут вопрос, скорее, там, структурно, кому эти два подразделения подчиняются. Если это, например, там, подчиняются условному маркетинг-директору, то, наверное, это не проблема, это там просто какое-то, ну, должно быть, либо решение, либо, опять же, там, некая стратегия маркетинговая, да, маркетинг-коммуникационная. Вот, куда двигается бренд, куда двигается компания, вот, а если это разные люди, вот тут тогда интересная история, потому что это может быть. Действительно, в Adidas в один момент были разные люди, был директор по бренд-активации, маркетинг-директор, и под ним еще куча директоров, то есть там прям ты идешь, согласовываешь одному, потом идешь, согласовываешь другому, потом они в итоге между друг другом это все делят еще, к тому же, вот, собственно говоря, мой первый проект, который я снимал, по Садовому кольцу, если помните, там бежали Искандер, Пермитин, Дима Сафронов, сейчас же перечислю всех, Валя Смирнов, этот же проект я придумал для Дидаса, я придумал его еще до того, как появились вот эти вот ребята, кто там в Лондоне пробежал. То есть это, подожди, то есть это в итоге вышло не под Адидасом, это вышло просто как твой авторский фильм? Я сидел и думал, что бы сделать после московского марафона, ну, типа, у меня часть работы пропала, надо, я хочу делать крутые вещи, надо что-то придумать. Это были новогодние праздники, и я вспомнил Топ Гир, они там часто соревнуются, лодка против, там, машины и чувака на метро, вот, ну, я переложил все это на бег и придумал такую идею, продал ее одному директору, продал второму директору, там уже сказали подвязать сюда Адидас Раннерс, и, в общем, пошло-поехало. В целом мы все утвердили, начали работать с агентством по данному сценарию, в общем, там уже такая глубокая работа пошла. В какой-то момент тогда бомбанул отголосок кризиса, это был 17-й год, забрали бюджет, через два месяца вернули бюджет, потом забрали бюджет, потом вернули бюджет, потом наступил 18-й год, и мне сказали уже, типа, сори, чувак, ну, в этом году мы уже делать не будем. То есть мы упустили реально год, и я сказал, ну, мне пофиг, я сделал за свои бабки. И ты сделал за свои бабки, да. Ну и что с этим роликом? Ничего, на ютубе там 25 тысяч просмотров. Ну, типа, было прикольно. Ну, давай так, мы этот ролик в описании. Давай по чесноку. Давай. Идея класс, реализация мне не очень понравилась. Блин, да, ну, потому что это делалось за мои бабки. Это, знаете, как клип чугунного скорохода, в который они вложили только деньги на покупку шторки. Смотри, ну, я бы, вот, ну, как бы, давай по чесноку. Да. Эта инициатива человек сделал как мог. Нет, подожди. Это как ролики SportVision. Я же не спорю. Мы можем раскладывать их с точки зрения, там, информативности, интересности, да, но, блин, человек делает с душой, и я всегда лайкаю его ролики. Я, вне всякого сомнения. Поэтому здесь то же самое. В моем понимании лучше сделать, чем не сделать. Адекватная критика всегда нужна. И действительно, у этого проекта было много проблем, и не хватало там карты, чтобы вообще понять, что происходит. Потому что не все понимают, что Садовое кольцо и Москва, Кольцо, Петро, это одно и то же. Ты сейчас про стори-теллинг говоришь. Садовое кольцо, стори-тел. Стори-тел его нету там. Хотя, в принципе... Это был вообще первый опыт моего продюсирования видео, поэтому там, ну, собственно говоря, со временем я тебе скажу, что у нас в роликах стори-тел появился позавчера. Поэтому... Я больше скажу, абсолютно, это ни в коем случае там не уничижает, не девальвирует твою идею. Идея офигенная. Я и говорю, что критика всегда нужна. Она правда крутая. В описании, в описании. Вот, в описании дадим ссылочку, да. Ссылочку на этот ролик, поэтому посмотрите, пусть там будет больше просмотров. Но, опять же, как бы немножечко надо добавить еще и как-то позитива в обратную связь по этому ролику. Сам ролик очень красивый. Вот именно как его сняли, как вот сам видеоряд. На самом деле, это же было снято. Вообще, ролик сделан был только из-за кадров. Ну, так давай по чесноку. Просто красиво люди бегут. Меня всегда вдохновляли видео Red Bull, когда там чуваки просто делают что-то невозможное. Это вот тоже одна из причин была. И, ну, на мобилу такое не снять. То есть здесь картинка должна быть обложкой. Ну, это как, знаешь, когда фотографы начинающие покупают себе 85-ю линзу с дыркой 1.4 и начинают снимать на открытой дырке кончик носа в резкости, а дальше мыло в глазах уже. Это вот им кажется, что это уже типа как бы портретная съемка. Но на самом деле это немножко не так. Поэтому здесь смотришь на картинку, она крутая. Если бы там был бы довинчан как бы сюжет, да, ну, был понятен людям, которые, ну, просто включили его, наверное, конечно же, он бы, ну, сто процентов вышел бы, ну, вышел бы прям в просмотры. Слушай, я не могу сказать, что я бы сейчас что-то дико поменял. Наверное, я бы хотел ставить так, как есть, но мне интересно было бы посмотреть на этот проект, если бы все-таки спонсировал бы бренд, и у нас был бы и режиссер, и, в общем, все это было более профессионально. И обложка кликбейтовая нужна. Да, да. Типа человек бежал за троллейбусом, но никто не ожидал такого исхода. Слушай, а ты видел же наверняка ролик, который делал наш очень хороший знакомый Юра... Дудь? Да, Юра Дудь. Значит, когда он соревновался в беге, выбежав из вагона метро, выбежав на улицу и на следующей станции спустившись... Ты сделал, типа, копикат английского ролика на перегонки? Я не знаю этого чувака, но я тоже, да, видел. Ты видел его, да? Тебе понравилось? Вот именно сам как-то реализация, наверное, его, правильно сказать. Мне лондонский чувак понравился больше. Фишка в том, что он просто сам вот этот ролик, он сделан реально на коленке, но из-за того, что он снят таким роу-катом, да, то есть, точнее, вообще отсутствовали ката, это такой диптих, в котором нет вот этих склеек, то есть, по сути, чисто лайф, он повесил камеру на грудь, и вот это ощущение, то, что он три минуты там всего лишь на все, нашел самую короткую станцию метро, три минуты он бежит, и вот это вот, знаешь, напряжение... Ты не помнишь, что это за станция была? Успеет, мне следует... Что-то в районе библиотеки Мнеленина, что-то там... Что-то там... Арбатская Мнеленина, да. Арбатская Мнеленина, по-моему, вот. Что-то так. Либо он же с юго-западной в Свиблова. Из Медведкова в Ясеню. Значит, он, да, выбегает, по-моему, с библиотеки Мнеленина, выбегает на улицу, там неглубокое метро, соответственно, и прыгает на Арбатскую. Но из-за того, что это было снято вот этим одним дублем, и там есть вот этот вот, знаешь, как-то драматический момент, успеет, не успеет, успеет, не успеет, успеет, не успеет, успеет, не успеет. И это так вот прям захватывало, захватило вот эта история. Я помню, он выложил его в Фейсбук, и оно в Фейсбуке завирусилось. Ну, то есть, вот сейчас надо понимать, что те, кто слушают нас, а не смотрят, Андрей очень сильно начал улыбаться и смеяться. Ну, как бы... Просто если бы ты сказал, что он еще в Одноклассниках, это... Да, да, в Фейсбук, конечно, выложить видео, это, ну, не самая лучшая идея. Вот, но оно в Фейсбуке завирусилось. Нет, стопудно эта история более вирусная. Да, конечно, потому что человек переживает с ним все это видео. У нас куча всего осталось за кадром. Но хотелось снять картинку как Breaking 2. Ну, то есть, это тоже был один из тех ориентиров. Ну, знаешь, этот, да, Breaking 2, и вот мне очень понравилось сравнение, об этом не думал, кстати, по поводу Top Gear, потому что картинка Top Gear'овская. Ну, как бы так, либо такой намек есть там на это точно. Вот. И, наверное, вот действительно, если бы Storytel был такой, как бы, более человечный, ну, понятный, да, как бы простому человеку, в сочетании с картинкой, наверное, это могло бы прям вот, ну... Кстати, там было много всяких других приколюх. Из-за того, что не было бюджета, приходилось делать все это бесплатно. Видимо, выходило год. Почему? Монтаж. Монтаж занял год. А кто монтировал? Ну, было несколько человек. Один смонтировал неудачно. Пришлось отдавать это другому. И, в общем, все это очень... Подожди, тебе пришла в голову идея. Ты год это внутри у себя там хурмил, внутри одиночества. Ну, ты говорился с одиночества. Да, потом год делал сам еще, да? Снял. Снял упертый. Да? Ну, ты как сейчас Андрюха пытается смонтировать свои ролики из этого, из Кении, да? Не, из Кении это все вышло... Откуда? Как я работал на московском марафоне. А, московский марафон прошел когда уже? Сколько? Три месяца? Два месяца прошло? Там, я тебе скажу, там вся серия забегов. Он про другой год говорит. Он говорил про то, как он работал на московском марафоне в 2017 году. А, да ладно? Серьезно? Не. Ну, не понимаю. Тогда что? Ну, смысл в том, что, я так понимаю, они должны вылежаться. Да, и потом у Андрюха научатся, да, монтировать. Не, на самом деле у меня с моей командой монтаж занимает примерно месяц, потому что у меня очень задроченные ребята, они все учатся на операторов, кто-то учатся на режиссеров и... Очень набивают себе цену. Мы учимся на операторов и монтажеров, поэтому мы делаем хорошо месяц. Не, не, они просто реально заморочены, и они не готовы выпускать некачественные продукты. Они прям даже себя передручивают. Ну, то есть даже я бы уже сделал бы вот как есть, потому что вроде классно смотрится, но они там видят кучу недостатков. Я, знаешь, я хотел тебя спросить, что ты почувствовал внутри, когда узнал о том, что Dayhard переезжает? Давай начнем, наверное, что я почувствовал, когда Искандер ушел. А, ну давай, да, еще отмотаем чуть-чуть. Ну, я за него счастлив. Прям реально это очень круто, ну, потому что я понимаю, что когда тебе не отвечают там несколько месяцев люди, которые за себя отвечают со стороны бренда, ну, это как бы не кайф. Вот, и надо двигаться дальше. И плюс к тому же, это, если бы он там пришел в Асикс, ну, я бы сказал, ну, типа, класс, рад за тебя, все такое. Но здесь это вообще, это хайповая тема, я считаю, мы с Лешей вчера это обсуждали, что не очень круто, что у него там два бренда и все такое. Это офигенно. Это офигенный прецедент. Это уже как у футболистов, когда у тебя на ногах обувной спонсор, а тело ты продаешь отдельно. И плюс это поддержка отечественного производителя. За это прям отдельный респект. Ну, это хорошо. Вот. Die Hard, это уже как следствие этого трансфера, ну, мне кажется, у них тоже будет хорошее будущее, и в целом они будут развиваться только, потому что Adidas'ом, внутри Adidas'а Die Hard'ом никто не занимался. Я однажды им засидел в футболке, просто потому что, потому что это надо было сделать. Ну, на самом деле, это даже не мой бюджет. Я отдал это из своих денег, скажем так, не личных. Ну, хорошо. Ну, в целом, вот переезд, как бы тебя, как человек, который, ну, точно, совершенно, там, ну, ты же не считаешь этот проект чужим, да? То есть он к тебе наверняка близок. Мне, наоборот, интересно посмотреть, как он разовьется дальше. Ну, то есть, если бы он загнивал, скажем так, не будем говорить на базе Adidas, просто где-то загнивал, ну, это было бы гораздо хуже. А так это какое-то развитие, это изменение. Я просто про себя скажу, я уже говорил об этом, я чуть-чуть расстроился, просто из-за того, что локация поменялась. Мне тоже неудобно, да, да, да. Блин, там только из-за этого, на самом деле. Блин, там негде припарковать машину. Может быть, New Balance будет рассматривать Die Hard как корпоративную команду и сидеть им в кроссовке. Я уверен, что ребята, которые туда приходят, я посмотрел фотографии, кто в чем бегает, там как бы такая демократия. Ну, конечно, демократия. Да, полностью демократия. Я уверен, что Nike не будет сидеть туда кроссовки, вообще 100%. Время покажет. New Balance немножко на другую аудиторию ориентирован. Не, ну просто смотри, как бы, ну не… У вас же есть корпоративная команда, это же фактически корпоративная команда. Корпоративный беговой клуб, допустим, вернемся к этой истории уже. Да, да. Ты работаешь в Яндексе, и ты как сотрудник можешь вовлекаться вот в такую активность, не бегать там на московском марафоне, это не обязательно, но ты там ходишь просто на тренировки. А у Яндекса состоит в корпоративной команде New Balance или нет? Ну, мы с ними сотрудничаем, да. Ну, смотри, ну зачислите их в этот, в корпоративную команду Die Hard. Die Hard? Не, ну прикинь, какая-то тема. Это не нужно, пускай развиваются сами, пускай может быть коленжи или кто-то еще их засидит. Ну, подожди, ну смотри, давай сейчас. Я просто уверен, что ребята, которые приходят и бегают регулярно с этим движением, я уверен, что они были бы рады, если вдруг однажды пришел бы New Balance и сказал, ребята, вот вам кроссовки. Не потому, что мы хотим, типа, чтобы вы бегали и все смотрели на вас, а потому, что вы корпоративная команда, и у нас есть правило, давайте, вот вам прекрасные майки, супер недотирающие трусы, вот вам, типа, носки, которые прекрасные, их нужно красить краской, и кроссовки. А теперь ты представляешь это на найковской базе в парке Горького? Ты только что сам сказал, что там, типа, верх одного бренда поддержка производителя, вниз там сидят кроссовки, все это на Nike бренда. Давай так, если бы... Эти ребята в парк Горького. Парк Горького – это вообще, в принципе, страна любви и радости. Свободы, да. Да. Если бы я был в Nike, я бы начал сотрудничать... Ну, ты-то в New Balance, поэтому начни сотрудничать в New Balance. Блин, Саш, ну вот скажи. Знаешь, это как мой любимый этот пример, пример про X-Games на Красной площади, знаешь, когда... Я знаю... Адреналин, Адреналин Rush, значит. Нет, ну там вроде нормально была история, честно говоря, не знаю, сейчас ты мне расскажешь. Я знаю X-Games русские, которые хотели организовать в парке Патриот, кинули атлетов. Нет, нет, нет. Это суперкейс, когда Адреналин сделал X-Games, а все топовые... X-Games или не X-Games, ну вот, короче, на Красной площади там сделали... А все атлеты были Red Bull, и поэтому в кадре всегда был Red Bull, а Адреналин был так чисто общий план. А где Адреналин не было, понимаешь? Круто. Это очень круто. С точки зрения маркетинга, ты реально можешь там взорвать всю историю. Смотри, все атлеты выбегают из трех часов. Давай, пройдем. Да, значит, у тебя все пейсеры... Запихни, ребят. Группы на 4, на 4.30. Запихни в корпоративную. Дай им скидку 70%. 100% ребята воспользуются. Я говорю, вне баллса немножко другая целевая аудитория, но ты... А что ты задоладил? Ладно, короче. Да, давай. Очень хорошее сравнение вот с Адреналином. Это называлось как-то другом прорыв или вот что-то. Мы тебе сейчас, Андрюх, мы тебе накидали старые-старые темы. Идеи, как представить эту идею как свою, сделать доброе дело, развить беговое движение, сделать кейс, о котором все потом будут говорить. Смотрите, Асташкин, серый кардинал, как все и думали. Он взял, короче, пришел в нью-баланс, всех отжучил, и теперь все бегают в нью-балансе. И в гриф. Да. Вы бы что бы сделали с Дайхардом? Будь вы на стороне бренда. Какого? Любого. Не знаю. А что бы я сделал? Не знаю. Ну, просто интересно мнение. Вот если бы я был бы тобой и сидел бы сейчас на подкасте двух таких чудиков, как мы, а мы тут тебе накидываем, я бы, ну, я бы продал бы эту идею. То есть я бы поддержал бы чуваков, если бы я мог что-то сделать с нью-балансом. Потому что нью-балансы, они такие типа… Нет, давай абстрагируемся от нью-баланса. Ну, то есть ты бы поддержал. Ты считаешь, что это реально эффективно. Нет. Я про эффективность вообще ничего не говорю. Просто если мы говорим в рамках корпоративных команд, если нью-баланса Мелько считает, что это эффективно… Ну, это не корпоративная команда, у них нет корпорации. Чувак, они в Яндексе работают. Ну, они в Яндексе. В Дайхард работает в Яндексе, ну что ты… Нет, нет, ты вообще улетел в космос. В какой космос? Нет, если мы их АКП зарегистрируем, они все будут туда секунду устроены. Да прекратите. Есть лидер, он работает в Яндексе. Ну и что? Он же там, типа, бегущий программист, даже внутри компании о нем знают. Конечно, ну, ты заебал. Ты здесь вообще… Чего ты сидишь бы вниз? Иди, поддерживай. Сделай так, чтобы все стали бегать в нью-балансе. Что, ты считаешь, что это дурацкая идея? Нет, я считаю, что… Или ты сейчас не рассказываешь, как строится коммуникация внутри команды. Я считаю, что идея классная. Супер. С Тайхардом поддержать. Подорвать, подорвать, подорвать. Хочется, хочется, чтобы нью-баланс где-то стал внутри. Немножко попартизанить. Чтобы он появился среди бегунов. Потому что… Слушай, на самом деле он действительно появляется. Если ты вспомнишь еще пару лет назад, то вообще никакого нью-баланса в нью-балансе не было. Ну, подожди, пару лет назад у них и беговый кроссовок-то не был нормальных. Ну, да. Поэтому не нужно. А тут такие вот странные истории просто. Короче, идея классная, на самом деле. Это партизанский, такой партизанским путем пойти поддерживать любителей атлетов, которые бегают регулярно дайхард, чтобы вообще весь дайхард бегал в нью-балансе. Но здесь надо индивидуальные договоренности, потому что я уверен, что Искандер, как грамотный чувак, он реально очень умный в плане того, что все хотят. А причем здесь ум Искандера и это. Он не согласится на эти условия, чтобы отдать дайхард нью-балансу. Зачем отдавать? Просто вот я говорю, что если индивидуально с каждым чуваком договариваться, то это возможно. Я тебе говорю, сделай всем скидку 80% 70%, как они делают всем. И скажи, ребята, типа, блин, вы бегаете, круто. Возьми, начнись. Все, кто бегают дайхард, 7-70%. Слышь, однажды, однажды, все приходят в Найке, да? Все, блядь, в нью-балансе. Искандер в гри, на ногах Найке. Вообще просто, тут, ну, гуляй рванина. Это, знаешь, похоже на Оливье новогоднее. Это же, что добиваются? Еще круто в беговом монастыре всех подписать. Чуваков, все, кто остальные, кроме Искандера. Они смотрят исключительно в рамках. Там же Катя Моисеева, она же бегает в Найке. Она же его, ну, его любят. Ну, хорошо. И все знают. Ну, ладно. Андрюх, прикольная тема. Да? Здесь история в том, что это открытый беговой клуб. То есть, грубо говоря, мы сейчас всех приоденем. Будет все такие выглаженные. Потом придет туда какой-нибудь Василий Пермитин. И весь в Адидасе, и все, и картинка испорчена. Да и пусть не испортится. Поверь мне. Там табун вообще в принципе. А потом, слушай, дай им Василию Пермитину скидку 70%. Может быть, он уйдет из Адидаса. Нет. 70%. Ну так, знаешь, немножечко утопично звучит, но красиво. Но очень красиво. Ну, красиво же. 70%. Не, не, прикольно, прикольно. Ну. Айда кататься. Почему нет? Есть же, вот мы начали с обсуждения, есть же питерский дайхард. Да. Вот. А там Щеблыкин. А Щеблыкин... Кстати, начни с Питера. Захвати Питер. Короче, а подожди, а что ты думаешь по поводу открытия дайхарда? Филиала? Да, филиала дайхарда. Есть же еще филиал у Степы, там, у Чебоксара. Вот, Степа, я про Степу говорю, да, да. Нет, ну это пиратская версия. А, все-таки пиратская, это неофициальная? Ну, если его нет в официальном аккаунте, значит, это неофициальный. В каком официальном аккаунте? В официальном аккаунте дайхард. Где? Вот на в Инстаграме. Подожди. А что теперь у нас в Инстаграме является официальный аккаунт? Короче, это неофициально. Да что значит официальный, неофициальный? Питер же тоже не был официально никогда В какой-то момент он присоединился Для того, чтобы попасть Ну да, надо создать какую-то тусовку Надо что-то делать Я скорее про перспективы Сама тема того, что Дайхард начинает появляться Как движение Как некий такой, знаешь, как концепция В других регионах И в частности, если говорить про Чебоксары Где открыл Движение, да, Степан Перспективы есть вообще? Перспективы есть, конечно, это же вообще движение задумывалось Как раз с размахом в будущем на всю Россию А, то есть ты знаешь, 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 да Как задумывалось? Я очень много знаю всего Ну так давай рассказывай, что ты тусишь Ну на самом деле Просто это опять же Масштабирование, если как сравнить с Адидасом Не надо никуда торопиться, должна выстроиться Инфраструктура и только потом уже можно все это подтягивать Вот, так что За Дайхардом будущее, есть необходимость Чтобы не бегать в одиночку Вот, допустим, Женя из московского марафона Я думаю, что вы знаете Он бегает тридцатки, там тридцать пять Реально в хорошем темпе в одно рыло Я вообще не понимаю, как это возможно Ну то есть это же дико скучно Вот, а когда у тебя есть классная компания, мне кажется Скажи эту каперу Когда у тебя есть хорошая компания, лонграны Вот так вот совмещать Ну это реально необходимость То есть если ты хочешь достигать результаты, это тебе нужно Вот, я планирую сейчас опять вернуться на Дайхард Потому что мне нужно бегать быстрее И долго Один отдел от них Мне Дайхард очень нравится Как концепция Я полностью поддерживаю И там расти там можно и нужно Ну то есть это классная история Для того, чтобы Развиваться Да, развиваться Для того, чтобы начать бегать быстрее А у меня вопрос Ну то есть, грубо говоря, ребята из других городов В России тоже могут, в принципе, в ближайшее время Каким-то образом заиметь свой Дайхард Ну там, Екатерин Бургин, например Да, да, абсолютно Или, быть может, там есть какие-то уже костяки бегунов быстрых Которые могут написать, например, на официальный аккаунт Дайхард И сказать, мы тоже хотим открыть свой клуб Дайхард И быть с вами вместе в одной банде Да, так это делаться должно, или как? Ну, как появился питерский Дайхард, я не знаю Потому что я с Аскандером уже давно на эту тему не говорил И как раз вот этот момент его появления я упустил немножко Вот, но в целом, да, ты правильно говоришь Что должен возникнуть костяк быстрых бегунов Потом заявить о себе И, в принципе, возможно, потом наладить коммуникацию Вот, так или иначе должна быть какая-то инфраструктура То есть в Питере тоже классные фоточки Ну то есть Офигенные фоточки Да, да Вот эти вот покруче даже, чем в Москве Там костян вытягивает То, что он все вот это вот снимает Всю жесть, которая там с ветром, с морем, со штормом Это бомба вообще Мне нравится Конечно Я смотрю И правда это мотивирует Потому что ты сидишь дома у камина Гладишь своего бульдога И смотришь и думаешь Ох, надо побегать Ребята там мучаются На Неве А каковы перспективы Вот как ты думаешь Организовать что-то подобное Дайхарду Ну назвать там, не знаю Дайхардер Вот Ну не знаю Как-то Ну по-другому Но локейшн все-таки привязать Например В лужниках Да Ну то есть составить там С ранбазой Расскажи нормально Оттянуть аудиторию Условно говоря У Дайхарда Который Базируется не очень удобно В Найкбоксе Ну то есть по сути Что для этого нужно Ничего Слушай, ну во-первых Тебе нужно Три Три группы Да Три пейсмейкера Которые могут Там тянуть Вот эту концепцию Да Как бы И на самом деле и все Нет Тебе нужен спирит Тебе нужна Да, именно Вот эта фишечка Которая У Адидаса же тоже есть У них есть лонграм И там даже вроде как Есть быстрая группа Даже по-моему по 4 Ну 4.30 точно была Мне Ребята рассказывали Вообще там в принципе Чем Дайхард Ну по моему мнению Отличается от других Тем что Чтобы туда попасть Побегать Все-таки нужно уметь Уже там Достаточно быть прокачанным Бегуном, любителем А лонграны Они говорят о том Что мы настолько демократичны И даже если вы Ну там ходите Приходите Ну именно поэтому Я и говорю Что в принципе Ты же можешь Эту концепцию заложить Я понимаю О чем вы говорите Про вот Настроенческая атмосфера Атмосферную историю Вот Вопросов нет Ну как бы Ну что мешает Не лонгран сделать Я просто говорю Ну дайте какое-то название Этой истории Ну вот Ну просто Она не работает Она уже по сути есть Здесь ты еще можешь Прикоснуться к прекрасному К людям К людям Которые выигрывают Старты В которых ты там Плетешься где-то в конце И мне вот Мне казалось В принципе Если заморочиться И создать Вот эту атмосферу Потому что Это же все Создаваемая история Взять какого-то Атлета быстрого Придумать эту историю Там же маркетологи В Адидосе тоже Дай боже Какие хорошие Дать им возможность Инфраструктуру Придумать логотип Там какой-то брендинг Правильно И сказать Ребята Вот пожалуйста То же самое место В то же самое время Те же самые там Типа время Ну там темп Ну бегайте отсюда тоже Чего плохого Слушай Ну на самом деле Такой проект У глобального Адидоса был Это называлось Спецкод по-моему Это отобранные Это же вообще Супер название Да Прикольно было И была идея Подтянуть Выкупить Скажем так Дайхард И назвать его Типа российским Братцом Спецкод Там концепция была в том Что отобрали бегунов любителей Поставили им амбициозные цели И с ними работали Как с профессионалами Ну то есть вот понимаешь Как бы придумать концепцию Которая будет схожа Просто ну как бы У нее база будет та же самая Но как бы нашлепка сверху Именно вот Атмосферческо настроенческая Она может быть Любой другой Ну то есть условно Это подготовка К какому-нибудь Соревнованию Там любителя Который по пять бегает Сделать там супер про Ну не важно Ну как бы Что-то на эту тему Можно придумать А теперь самый главный вопрос Зачем Вот да У компании нет необходимости Нет Зачем Я исключительно Как это Пытаюсь сейчас Пофантазировать Для того чтобы Вот что-то подобное Быстрое Вернулось Лужники Только для этого Я свою Давай так Нормально Дотащишь свою До этого места Дотащишь конечно Будешь бегать Если нужно Будет Какая-нибудь Это часть тренировки Просто Ты можешь доезжать До Лужников И делать разминку Согласен Можно 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 Все придумать Это не проблема Я уже даже Приноровился Там как-то В Nike Боксе Там Как-то Нашел место Где парковаться Вот И так далее Резюме Это какое Уехал Дайхард Из Лужников С Рамбазы Да и уехал Вот что это Как это Ну умер и умер Понимаешь Потому что Адидосу Это не нужно Понимаешь Вот и все А здесь есть Серый кардинал Ой дураки-то Который сделает Слушай А вот история Наверное Закругляться уже надо Ну да Мне уже стучат В окно Заболтались Девятый этаж Шушит еще А Ты видел Сторис у Лехи По поводу Того что Новая идентика Дайхарда Безумно напоминает Адидос Тирекс Я кайфанул Но не лайкнул Ах ты ж А как можно Лайкнуть сторис Я очень редко Ну ты можешь Как-то отреагировать Я очень редко Вообще реагирую На все Это Типа прям Надо заслужить Но ты был близок Это случайность Такое совпадение Или все-таки Ну я уверен Знаешь Мне на секундочку Я так подумал Блин А может быть Там условно Айдентику поменяли Там типа Полгода назад Например Ну как бы ее придумали И она настолько Как бы зашла всем А потом хоп Случилось Вот этот переход Там значит От Адидаса Я думаю Что это совпадение На самом деле Дизайнеры Дайхарда Инспирировались Как предыдущей коллекции Адидас Терекс Ну она крутая Ну конечно Да Но просто Ну это был дружеский троллинг Я не хотел никого Там жутко подъебать Просто это было Прикольно И Адентика классная У меня вообще вопросов Не вызывает И коллекция у Терекса Была классная Вот Это позитивная нота Да Позитивная Единственное Только не нужно Реагировать на сторис Вот этими быстрыми реакциями Я считаю Что они уничтожают Просто Вот это Лайки Они уничтожают Твой директ Дико просто Ну когда там Типа истерии Бам-бам-бам-бам-бам Шестьдесят Семьдесят Сто пятьдесят Семьдесят 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 И они такие Все вот эти Огонь Или еще Сто процентов Устаешь Лайк Устаешь Лайк Ну я их Не лайк Удаляю Ну те которые Смысловые Я лайк Ну которые Как бы Не быстрой реакции Когда что-то пишут Нет Когда пишут Что-то Да Но понимаешь Из-за быстрых Реакций Ты теряешь Ты теряешь Может быть Какие-то Интересные Сообщения Пимаешь Это уже Перешло в разряд такой коммуникации это как отправить эмоджи или ну то есть вот эта быстрая реакция по сути она же падает к тебе в сообщение мессенджер сейчас же объединился инстаграм и не пользуюсь звуком про него но неважно в общем просто это как по сути это уже переписка с человеком то есть по сути он тебе отправил как будто бы моджи в вашу 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 ну вот я повесил то что ко мне прислали 100 и 2 черточки что за без что это за беседа блять что ты вообще имел ввиду то что это блять 100 что вошли в этот момент были же переписки смайликами просто здесь тебя выбора там из 5-6 я понимаю их можно было бы как-то менять а тоже они же приходят 102 палочки я думаю это такое к этому придет есть же вот это вот это свое лицо моделируешь там выборе да и не важно думать это скоро нам появится да да я очень надеюсь что инстаграм фейсбук точнее уберет бы с реакцией на stories либо хотя бы позволит их запретить в обаще идеально ты можешь банить таких людей зачем они не виноваты просто я хочу сказать что когда у человека есть выбор он выбирает самый простой ход потому что если бы на мир человек написал бы типа клёво здорово почему заткнись сдохни это было бы лучше чем 100 и 2 палочки понимаешь ну потому что стоит я палочки типать на отъебись я среагировал понимаешь согласия души так нет ну а огонек то же самое какая разница в чем отличается огонь чем отличается огонек от 100 и 2 палочки глобально ничем ну вот об этом и речь ну я говорю поэтому быстро реакции их нужно либо дать возможность задизеблить либо уничтожить чертовой матери потому что это позитивно мне кажется да сгори в аду быстрая реакция instagram с ну что кто последний тот и убирает блины в эту игру не знал как играть